Всем привет, уважаемые друзья. Вы на канале Слаут Юнайтед, меня зовут Эмиль. Сашулю вы узнали по зеванию. Лёха сегодня тоже с нами. Это Сашуля, если что. Нет, это чё, это твой домашний носорог. Носорог? Начинаем, наверное, с того, что... Какие группы попались именно нашим клубам. Расскажи, какие, кстати. Ну вот, например, Ростов попал в совершенно такую безумную группу. Бавария... Я знаю даже, я знаю. Да, что ты знаешь. Ну-ка давай, удиви нас. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Ты чё, с ума сошло? Сошло? Да. Сошли достаточно сегодня. Не в лучшей форме наш эксперт по эстонскому футболу. Я в отличной форме вообще. Значит, Бавария, ПСВ, Атлетика, Мадрид и Ростов играют в одной группе. Я в этой группе даю Ростову четвёртое место. Максимум два очка они могут... Эмиль, ты зачем открыл чемпионат Ком? Нельзя с такими штуками на Спортсру соваться. Ты чё, запрещена? С какими штуками? Мы всё равно не опубликуем это на Спортсру. Потому что... Давай публикуем на чемпионат Ком. Публикуем на чемпионат Ком, да. Ну, смотрите. Вообще, у Ростова мало шансов. Мало шансов. Не то, что выйти из группы третье место занять. Я понимаю, что... Я говорил там про... То, что Ростов не пройдёт Андерлехт. Ростов не пройдёт Аякс. Но то, что против Атлетика и ПСВ есть шансы... Ну, шансы-то они могут быть. Мы помним, что и Батте Баварию обыгрывала. Но Ростов... Ну... Не знаю. Мне кажется... Ну, нуды просто не верят, что Ростов. Они клёвые. Нет, ну... Здесь дело, мне кажется, не в том... Верю, не верю. Но... Вы думаете, что не за настрой будет серьёзный со стороны Баварии на Ростов? Атлетика на Ростов. ПСВ на Ростов. Всё-таки Ростов прошёл Аякс. Так что ПСВ наверняка будет... Ну, у Ростова будет настрой. Нет, у Ростова... У них недоверие. У Ростова, безусловно, будет настрой. Но... Ростову терять будет нечего. Они не будут там ингражировать и так далее. Им, наоборот, будет за счастье сыграть. Там ещё выйти против Баварии или Атлетика. Другое дело, как Атлетика и Бавария настроятся на Ростов. Может быть, они... Ну, будет какая-то недооценка. Они, возможно, ну, как-то вот в полноги решат сыграть. Тем более, Бавария, которая в чемпионате Германии, как мы знаем, она очень там здорово стартовала. И там по 6-0 всех громит. Лига чемпионов. Какая-то слабая команда из России. Они думают, ай, ну, выйдут вот так вот. И, возможно, у Ростова будут шансы зацепить ничью. Бавария ЦСКА займёт четвёртым местом, чем у Ростова, говорят. Говорят так, но до ЦСКА дойдём. Ваши прогнозы на Ростов. Саша, как будет? Какой местонамет Ростов в своей группе? Сможет вам выйти в следующий этап или в регулировку? Саша, ну, глупо говорить, что там пойду против всех, скажу, что разознаю второе, например, или первое. Ну, и всё-таки твой прогноз. Ну, ладно, пусть третий занимает. Пусть попадут в Ливу Европу. То есть, обойдут они кого? ПСВ? Это экспертная аналитика от Сашули. Ну, да, ПСВ. Ну, а ПСВ, вот смотри, ПСВ или Аякс? Сейчас, наверное, ПСВ сильнее, раз они напрямую попали в групповой этап. То есть, топовая, получается, команда голландская. Ну, с Аяксом справились. Но ПСВ и Аякс, вот я Лёке адресую этот вопрос, он вытешил, что Аякс – команда без тактики. Оно, в принципе, во втором матче так и оказалось. А что ты скажешь насчёт ПСВ? Я скажу, что не факт вообще, что ПСВ обойдёт. Может вообще быть всё, что угодно. Это мы сейчас думаем, что вот не может такого быть, что кто-то кого-то выиграет. А в итоге всё равно будет что-то необычное. Может... Сашуля, ты вообще понимаешь, что вопрос не тебе адресовался? Нет? В смысле? Я сказал Йоха. Ну, раз ты начал, продолжай. С вчерашнего дня вообще меня Лёха за... Он сашуля, я Лёха. Продолжай, высказывается. Ты меня сбил. Всё, я не работаю, не могу работать с такими Лёхой. С такими Лёхой. Хорошо, Лёха. Который Лёха был не только с вчерашнего дня, но и вообще. Лёха. Да, привет. Короче, я считаю, что... Ну, всё-таки, Лёха. Ну, нужно больше юмора, ну, вы понимаете. Просто я вообще не выспался. Вы меня забудили, меня когда... И в эфир притащили, да? За минуту до эфира. Ну, вообще, за шкирядник. И всё-таки, Лёха, как ты оценишь эту группу, шансы Ростова и вот именно ПСВ? Третье место у Ростова. Третье место у Ростова. И кого он обойдёт? Конечно, ПСВ. Ну, в принципе, вообще у любой голландской команды нет тактики. Ну, смотри, у них, может быть, нет тактики. Но Аякс, возможно, же как-то недонастроился на Ростов. А тут, понимаешь, ПСВ. Команда, которая видела, что Ростов сделал с Аяксом. Значит, они уже будут готовы к Ростову, к его игре. То есть, уже, соответственно, по траграммам. Нет тех людей, которые смогут подготовить команду к Ростову. Там, если нет тактики, то её нет. Туда надо приглашать специалистов, которые будут эту тактику внедрять в команду. Пока такого специалиста нету, там хоть какой настрой сделай, они не смогут ничего противопоставить. Ну, хорошо. А в группе по распределению мест? То есть, ты думаешь, выиграет Бавария, а второе место имёт Атлетик, да? Ну, я думаю, что да. Если бы мы знали вообще, кто, какие группы, какие места в группе займёт, то... Ну, хорошо. Не было бы так интересно. Не, ну, просто, если логически мыслить, но вряд ли Атлетико Мадрид будет побеждать, точнее, занимать первое место, побеждать у Баварии с её-то, с игрой в защиту. Ну, просто вспомни Баварию и Атлетико Мадрид, сколько вы считали. А мне не надо вспоминать, последний матч Баварии, который произошёл буквально пару дней назад, был 6-0. Ну, может быть, это как раз сыграет против Баварии. А Атлетико 0-0 с Солиганцев сыграли. Атлетико вообще что угодно может вытворить? Хоть 6 поражений подряд в группе или 6-0 ничьих? Нет, ну, 6 поражений подряд в Атлетико не будет. Я думаю, что всё-таки уж ПСВ и Ростов-то они одолеют. Что вдруг? Ну, потому что всё-таки там более мастеровиты люди, и всё-таки Диего Семёна далеко не мальчик для битья. Ну, мне кажется, что всё-таки Ростов займёт 4-е место, ПСВ будет 3-м. Да не займёт он 4-м. Мне кажется, ПСВ максимум наберёт 1 очко, и то с Ростовом где-нибудь там в домашнем или в гостевом матче, я не знаю. Нет, ну, не знаю, ты совсем принижаешь. В смысле? Ты точно так же принижал и Аякс. Точнее, Ростов, когда он играл в Аяксе. А кто вообще? Ты что, Бавария, думаю, 6 побед одержит или сколько-то? Ну, смотрите. Часто команда 6 побед одержит в группе? Мистер Карлитас пишет, что у ПСВ исполнительское мастерство выше, чем у Аякса, и Тима 1626 добавляет, что у ПСВ самый перспективный тренер в Голландии. Ну, перспективный-то не значит, что он... Это, знаешь, перспективный-то значит, что он в далёком будущем сможет, может быть хорошим, может быть, опять же, это перспектива всего лишь. А в данный момент он не является гениальным тренером, который, там, не знаю, выигрывал Лигу чемпионов. В Ростове, Бердею, даже трейером не надо быть. Но обыграть, обыграть Ростов, это же не надо быть великим тренером. Ну, надо, надо. Ну, в смысле не надо быть тренером? Ну, подожди, в прошлом году Мордовия обыграла Ростов. Ну, что там... Нет, ну, при чём здесь это? Ты сейчас берёшь в расчёт какие-то страсти чемпионата России, и то, там, с возможными нюансами какие-то. Лига чемпионов совсем другое. Тут надо совсем по-другому смотреть. Ну, то есть ты утверждаешь, что никак не может случиться то, что ПСВ сможет обыграть дважды Ростов. Или, там, обыграть и сыграть нечего. Да, ПСВ даже Бавария может обыграть дважды. Всякое может случиться, чё. Всякое может случиться, но мне кажется, что шанс Ростова минимальный в этой группе. Да, но мне кажется, что эти шансы у ПСВ минимальные. Да то же самое ты говорил и про Аякс. То, что вот, типа, Аякс вынесет Ростов, всё это... И то же самое про Андерлехт ты говорил. И вообще, столько примеров, на самом деле, куча. Вот, где ты говорил, что вот нет шансов. Ну, как нету-то, если есть? Нет, я не говорю, что нет шансов. Я говорю, шансов у Ростова меньше, чем у Аякс. Да, ну... — То, что шансов у Ростова было меньше, чем у Андерлефов? — То же самое, если сказать, что у них меньше шансов. — Ну, у кого у них? — Ну типа в группе то, что Ростов... Ну ты кажешь, если у них даже шансов меньше, чем у PSV... То это значит, они даже одного очка не наберут. — Нет, ну почему одного очка не наберут? — Они могут сыграть, например, в ничью с Атлетико. — Да не сыграть они в ничью с Атлетико. — Ну они в ничью на ничью с Атлетико, скажем так. Ну потому, что... сыграют они понимаешь ну вот кто думал что бартес может обыграть баварию да причем играла баварию ну как причем ботэ ботэ это ну выстрела как говорится раз год и палка ну просто блин опять же скорее всего да действительно бавария была просто не готова к этому да и там скорее всего и составу я в этот раз будет готова или почему она должна быть готова к команде которая довольно неплохой форме идет сейчас ну а ну все таки это ростов ботэ это для тебя ростов а они не рассматривают ростов как ой смешная смешной наградил ботэ же они рассматривали так ботэ ботэ для нас даже смешная команда потому что это беларусь ну тем не менее команды в лиге чемпионов играет то есть значит да и потом выходит чемпион по страны в первую очередь говорят что в прошлом году этот псв не хуже атлетико можно случиться вообще во все типы публинах вообще все что угодно ну понятное дело если с такой точки зрения рассматривать тогда можно вообще сейчас пойти всем разойтись и все потому что может случиться чё смысл а важно важно это календарь парусинных и главных своим чемпионом а ведь может такое стать на что ты говоришь саш календарь нам важен то есть есть в календаре город что я не календарь есть на спортсруя это знаю ну вот вы заговорим нужно отталкиваться от него хотя бы например вот первый матч было ромать бавария ростов до 13 сентября понятно что это посол с реальной наверное дальше они ошеломят просто ростов календарь какая разница галатасы на тура вот например играют с ростов возможно кому-то будет не нужно кому-то выражение выигрываем к эта команда будет скорее всего ростов правильно что не нужно будет ростова они уже обеспечить нет что им нужно будет выигрывать с первого места они будут бороться за третье место вот как раз по и свое возможно ну да ну да на это выглядит наиболее реалистичным конечно если к этой группе возвращаться на то мне кажется бавария и по атлетикам будут разыграть 23 ноября что ростов не сможет дома выиграть у баварии если до этого бывали в 90 очками например и они полудубль все так же спорили когда я говорил про я все говорили типу аякс чемпион там это одна из лучших команд голландии да я про не правом про чате говорю то что там такие молодые таланты играют все убер без ты у всех читерские скиллы а в итоге блин и в итоге все просрались и страны но женщина такой крутой при этом ростов всех обведет на левый страна не ображает эти люди ну чего-то кори так заявит наверно чуть-чуть просто там еще не закрылся заявочное окно нет хорошо я буду расходить динченко в ростове сразу как закрывается трансферное окно до обычная то еще можно заявлять несколько часов в лигу чемпионов хоть чуть-чуть мыслит правильно это принципе тоже самое что и я говорил да возможно возможно я потому что я не говорю что слова лёхи это полный бред нет я говорю о том что шансы псв выше чем у ростова тактики ну ладно пусть выше но это ничего не означает там пока не могут в процентах не знаю то что бавария например пройдет из группы сколько процент 99 наверно там то что пройдет атлетико там 85 не знаю так как нибудь возьмем то что пройдет псв из группы значит 65 европы лигу европы то что же надо выйти так что псв может даже не 60 может даже 70 не знаю ну и ростова 1 или там не за три процента что они вообще из группы лиги чем он выйдет и еще процентов 10 может а из группы лиги чемпионов не выйдет ни ростов не псв это ясно в лигу европу всякая волос я больше уверен если конечно там каких-то форс-мажоров не случится если они там пол состава не потеряет на ходу на смазал красный карточки хорошо если не случится вот этого ничего то ростов третье место то есть в вочной встрече с псв ростов обязан будет хотя бы один раз победить то есть 1 1 ничья и 1 победа вот приблизительно таки такие шансы вот я быть отдельно отдельно взятый матч еще ростов кого будет победит играет наверно мордове в общем как то вот у том кто из нас оказался прав это все мы узнаем уже совсем скоро ну и продолжим же успеха могли поиграть могли бы обсудить какой гранью кубик выпадет но не совсем все-таки здесь какие-то прикидки перед этим могут быть и с другой стороны смотрите будет интересно узнать кто из нас окажется правым в итоге и тем самым зрители в чатике тоже наверно людям будет интересно кто наиболее точно предскажет результат нет ты представляешь они в декабре включают значит эту запись этом ростов первыми слушают классы все-таки он сказал в конце что хорошо группа и переходим к ней тоттенхэм байер монако и цска с все время жаловался что вот дескать попадаются нам все время манчестер сити до реалы и что не можем мы там нормально сыграть и выйти дальше но сейчас вот группа пожалуй у цска одна из ну довольно таких проходимых но теперь у него нет такой отмазки что мы играли стоп клубами у него нет что ростов играет атлетикой баварии которые но явно сильнее чем тоттенхэм байер или монако вот по крайней мере эти три команды явно сильнее чем скажи были в первой корзине я я могу сказать лишь одно достаточно вот одной фразы одну фразу произнести который перечеркнет вообще любой матч цска у цска нет нападающего все на это можно закрыть даже с них там батэ будет в группе какой-нибудь людогорец и какая-нибудь я не знаю там шериф из молдавии последний минус а чья это проблема нет просто смотри сушки в прошлом году жаловался что вот мал у нас опять соперник сложить то есть они продают мусу и при этом никого не покупают хорошо но трауре не подходит по стилю игры но если бы цска и гейнер считали что у них нет нападающего они бы прям нашли бы деньги в эти три дня и взяли бы еще кого-нибудь в аренду покупая трауре они просто рассчитывали на то что он заменит мусу но в итоге оказалось так что трауре вообще просто под этот стиль игры не подходит и вообще при этом это мы увидим что он не подходит а может с луцки там что-то видит в нем такое что мы не видим просто вот эта группа она будет реально такой кстати да еще один вопрос который я тоже лёхе задам как ты думаешь лёха продлится ли и если продлится то насколько серия игоря кинфина просто если к последнее место значит соответственно будет пропускать может быть 0-0 тоттенхэм уж не знаю я думаю что цска будет 0 очков 0 очков вообще даже ничейки монако не сыграет а что они должны с монако хорошо играть в чемпионате франции допустим как вроде неплохо стартанул вагнерлав вы чё байерам я сомневаюсь я даже знаю что в обоих матчах забьет цска и будут говорить о блин в одном авто классный давайте его купим что нибудь такое а вот так вот будет явно бороться до последнего потому что им этот выход нужен будет как воздух я либо денежки очень нужны много тратят на нихера не зарабатывать так следует с канал очков в этой группе лёха слуцкий и почти на другое вообще гипотетически два тренера кого ты ставишь но хоть на миллиметр повыше слуцкого или почти миллиметр хотя бы данный миллиметр кого ты уважаешь граммульку больше латиноса вот так легка настолько удивительный человек вроде бы сказал что да чуть-чуть лучше почти на доживу фамилии показатель да а если бы если бы скажу скажу я расскажу за почетину давайте отдаем что слуцкий лучше я кстати не против добавить максиму к нам насчету про кутепов то только не рассказывает нет но я надеюсь что максим эти сразу предупреждаю что если ты сейчас будешь делать кутеповых азотовых и все остальное после после этих моих непотребных вещей которые тут творил максим будет самым адекватным максим почему-то но я ему звоню максим прикольно хорошо значит как раз тоттенхэм как раз максим давно переживает за тоттенхэм короче можешь то же самое сказать вот шансы есть у всех но но нет ни у всех со второй корзина же тоттенхэм выпал да csk я не знаю насчет корзин какой-то не ну просто значит из 3 и 4 насколько я понимаю гендер со слуцким жаловались что выпали монако и и байер и байер да вот но они реально сильнее чем ростов и ну я бы не сказал что сильный ростов ростов psv ну как бы по сути своей они как бы кажется сильнее чем если бы вместо монако был поиск оба поиск оба имел бы шанса выход на лигу европы вот и все в группе где столько на вылет домой максим приветствую тебя привет максим максим да да я здесь секунду просто расстраивал микрофон хорошо значит что касается циск еле-еле обыграл томе 10 там с большим трудом чаще фернандо с травм получил вы видите сколько нападающих у сколько запасных я все про никогда не было ротации ему просто везло у них три человека замена вышла и все потом не просто и какой-то левый молодой непонятный чувак харри рэднап сказал что цска будет биться за второе место с байером но предпочтение отдам армейцам что случилось харри рэднап он пил мне кажется да максим вот ты как болячка тоттенхэм а как относишься к этому специалисту и очень положительно на самом деле это мнение очень странно вот почему 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 так как ты думаешь да я не знаю что ему в голову взбрело почему он думает что цска может хотя бы какое-то нормальное место занять в группе с учетом того игорь в каждом матче пропускает нужного это элементарный психологический ход сказать что настоясь проиграет а ждать все равно другого результата но вот и неадекватный человек почему сашуля ты блин ну ты не понять ладно хорошо максим тоже уверен что игорь пропустит саша ты как считаешь продлится ли серия игоря кенфеева ли он совершит чудо сделать вопреки всему думаю думаю людям будет о чем поговорить например о том что игорь не пропустил в каком-нибудь матче но это не спасет цска игорь не пропустит нет смотри разбирает вот тут он хэма есть нападающие хорошие а реки ну он может забить игорю там вообще вороблям нет есть там челхана глуши нет он не нападает это тачаре сельника байере самый главный подачка это кислинг он кстати не так давно это для тебя кривоват а на самом деле он один из лучших бомбардиров бундеслиги как ни крути в монако все-таки фалькао вроде как или нет что думаешь фалькао вспомнит старые времена и забьет игорь фалькао сейчас монако играет я даже не знал вроде вернулся у него вообще проблемы свои взаимоотношения слуга мимо помимо фалькао там все-таки я бы поставил что номер монако хотя бы в одном матче не забьет монако действительно они это могут не забить в принципе игры это единственная команда которая монако да есть как раз фалькао цска монако 3 и вагнер лав что матч вагнер лав же должен забить цска договорятся как всегда и все и не забьют 18 октября например не забьют гинерку подкупит ваню ты не забьешь потом у тебя купим за уверен что саша матч с монако игорь не пропустит пропустит я нельзя ни в чем быть уверенным я уставлю например на этот так предполагаешь да я должен не брага что он может не пропустить матч с монако я когда все очень ждут что вот 6 матч состоит не на ноль а бац и говорят не надо гнать на игоря что виноват во всем игношевич но друзья виноват во всем по большому счету не игношевич а тот кто ставит игношевичу состав за человека 38 лет что-то от него хотеть какой-то скорости рывков он естественно уже не будет успевать в таком возрасте он играет это вопрос в тренеру команда нет нападающего это вопрос к тренеру разве нет я не прав слуцкий лучший вот что говорят болельщики цска и может то что он ставит игношевича состав процитирую леонид викторовича слуцкого из третьей и четвертой корзин цска достались самые сложные соперники мы уже привыкли что жеребьевка лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонно говорит слуцкий и сейчас произошло все то же самое из третьей и четвертой корзин нам достали самые сложные соперники в случае жеребьевка состоялась и команды определены монакой кто там сам байер являются ведущими клубами своих стран но это гений блять лиги чемпионов все команды которые там есть а это все ведущие клубы своих стран и это бывает что нет а то как же так мы-то думали что мы будем играть с аутсайдером какой-то который вылетел из чемпионата англии а нам тут почему-то тоттенхэм дали ну как вообще это может быть как это можно вообще воспринимать и к сожалению леонид викторович а себе такой мост уже для отступления всему готовит сказать что ну вот это стояло готовит самые сложные хорошо прошлые прошлые разы там действительно был там и манчестер сиди какие-то топ клубы ну можно сказать что да манчестер юнайтед вот то есть можно сказать что да там команда действительно очень сильные против нас топ клубы с именем и все такое но здесь были здесь тоже в принципе сильные клубы но просто сам факт того что он говорит не вышли в лигу чемпионов и мы не ожидали что здесь попадутся нам сильные соперники вот этот пол и это удивляет и удивляет что человек играет составом там из 15 человек в мире сейчас уже никто не играет составом из 15 человек по большому счету он ведь даже не думаешь что там травма может быть или покалечиться не дай бог вася березуцкий алёша березуцкий дисквалификацию получил то играть тут из кабу сейчас вот фернандес травмировал то будет играть у него нет замен у него нет даже не просто цель нет такой чтобы там выиграть лигу чемпионов но это вообще наверно нужно замахнуться конкретно нет даже цели нет выйти из группы просто нет цели они вышли они заработали свои деньги и все им плевать как они там дальше выступят но сыграют они победят а может быть может вот говорят цска тут цска нет денег там долги у гиннеры нет возможности усилить состав это бред вообще можно не иметь денег но иметь возможность усилить состав ну тем более цска чемпион россии когда нет денег если они же игрокам или любой человек пойдет поиграть если странно конечно мне кажется вряд ли там потом никто не отменял аренды у него нет просто такие серьезные требования видим к игрокам а что ты хочешь думаешь слуцкого кто-то спрашивает сколько гиннер игроков купит тем количеством он и будет играть ну так вы надо наверное подсказать гиннер предлагал что вот вот ионова значит мы берем вот мы троу рэбери учет гейнер что ли все пишет гиннер только лишь бюджет распределяет он сказал что вот те 20 миллионов на них делаю что хочешь а игроков то покупает все равно слуцкий выбирает я образно выражаю какая разница он просто задает планку как говорится уж игроков то выбирает именно тренер все равно скаут и тренер они там вместе если услуг скажет блин гиннер у нас вообще нет нападающих кран ты жопа на все на один мотив вместо цска семина вернулся пороха на виду спишет бубновец мы еще вернемся к семину я хочу хочу добавить по цска слуцкий слуцкий не знаю чья инициатива было приобретение трауре наверняка слуцкий тоже в этом участие принимала если он понимает что человек не подходит под его схему он видел как от трауре играл и за анжи то есть это трауре выступал и чемпионате россии был на виду но я думаю никто из нас вообще не знал как будет смотреться трауре хоть мы его видели кажется был симпатичным нападающим сушка много времени уже прошло чтобы так говорить типа вот он играл в рфпл он показывал результаты если он сейчас придет он будет показывать продолжать результат нет сейчас он уже другой немного по моему можно было по монако сделать все выводы что он говно орналдиньо пишет что цска битиньо хочет вернуть витиньо не особо проявил да и это все таки игру на скорее фланговый но не явно не центр фору они сами виноваты что отдавали его не до 1 июля там до 1 декабря или когда там стекает срок аренды говорят витиньо реально хорош и в случае с тск он вполне нападающим по сыгрой дамы ну хорошо но этот нападающий если может там забить амкару или томи вряд ли он справится с обороной байера монако или тоттенхэм тем более конечно там блин такие защитники что ужас просто особенно любит любит и дублем сыграть в европе и даже но мне кажется что сейчас они будут готовы на все 100 просто в этой группе в группе сейчас здесь расположены команды мне почему-то кажется что так эта группа и завершится нет то будет первым сам байер вторым монак третьим а цска тяжеление 4 самый очевидный вариант да это может здесь только меняться первая вторая строчка байер и ну собственно я считаю что байер точно первое место точных опыт больше они каждый год лиги чемпионов играет и практически всегда выходит на саша твое мнение группа группа очень очень на первый взгляд равна если так люди нет люди со стороны посмотрит они я думаю у них нет прям такого предвзятого отношения что у ска ах уж это такие там люди из россии ах у них там жопный президент который деньги не дают ах у них там нет ни чека на замену там и ах у них тут этот игорь которая пропускает это думаю не у них нормальное отношение от ска да да кажется хороший клуб да они когда-то там ну такая не кстати луку и фа выигрывали и люди думают ну да примерно примерно равный клуб наверно тут я чуть лучше по по названию выглядит но вряд ли он так хорошо сыграет и название красиво опять же опять же им идет на пользу то что у них вот я имею ввиду иностранных клубов есть к это репутация да поэтому поэтому они не будут расслаблены в россии любят корида например у ростова нет репутации в европе да поэтому аякс точно не просто не знаю но не было у них такого настроя на матч как вот допустим был бы у них настрой на цска они прекрасно бы понимали что это цска это такой серьезный клуб ну относительно серьезный но вот с ростовом такое не зашло и вот мне кажется что здесь иная ситуация когда в лиге чемпионов цска выступают уже не первый год и они побеждали манчестер сити неплохо играли ну как неплохо тоже опять же относительно и репутация их какая то есть поэтому естественно их жалеть никто не будет даже но настрой совершенно иной будет просто-напросто я думаю мы не можем адекватна судья циск обратно вопрос или чикар ки мы не можем адекватно с180 мы не можем адекватно не отравится к словам кто-то социального не появляется все говорят ну мы не можем точно скажем мы не можем ничего как мы нет мы точно не можем что что футбол нас так он не предсказывает о чем это тут с первое место выдав去了 Томми выиграет Лигу Чемпионов, понимаешь, что есть такие шансы, давайте все разойдемся и пойдем в Плайтерн. Мы все-таки предположения какие-то делаем. Мы год назад могли предположить, что Ростов в маке... Мы могли предположить что угодно, поэтому я и прошу вас предположить. Я же не прошу вас сказать, что вот именно так, вот именно так оно должно и быть. То есть у каждого свое мнение, каждый как-то думает. Если не предполагать, то сразу понятно вообще, что... Вот, кстати, мнение Чатика много говорит фраза, что ЦСКА не хватает такого высокого нападающего, как Ахмед Муса. Нормальный тренер, говорят, нужен. Златан Газману посвящен. Далее давайте, наверное, по группам... Мы так толком не сказали про ЦСКА. Посмотрим, что будет. ЦСКА последнее место. Вот мой прогноз, это последнее место. Я тоже думаю, что ЦСКА будет на четвертом месте. Монако еще может побороться. У них вроде бы с обороной еще более-менее все в порядке. Они могут играть на контратаках. Назови хоть одного защитника Монако. Ну, я последний сезон, когда я смотрел, последний матч год назад. Вопреки, по прошлый. Год назад назови, защитник. Так по прошлый Рикардо Карвальо вроде у них играл. Гениальный топ-защитник, все, после дальше. Вопреки всему я поставлю ЦСКА на второе место. Я не знаю, кто будет первым, кто угодно, хоть Монако. Пусть ЦСКА будет второе место. Ну, вот у Монако есть Тиссеран, например. Известный защитник Камил Глик. Камил Глик сейчас, вот, тем более он перешел старинный. Очень известные люди. Ну, не сказать, что прям топовая какая-то оборона. Но все-таки, в частности, в полузащите опытнейший. И опытнейший, достаточно по европейским меркам, Жоау Мутиньо. То есть, такие вот, есть известные вина. Ну, про Вагнер и Лаву мы уже все сказали. То есть, Монако в этом смысле команда довольно-таки... Просто я основывался на чем? Я основывался на прошлом сезоне, на участии этой команды в Лиге Чемпионов. И как они вообще вот вышли, по-моему, не помню точно. По-моему, в полуфинал или в четвертьфинал. В общем, очень высокое место. Да, они серьезно играли в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов. Ну, ладно. Так, ну, давайте посмотрим... Кто-то вообще писал, что Монако сильнейший клуб в этой группе. Нет, ну, у них есть шансы определенные. Если предполагать, то можно даже и так... Скажи у всех, у всех есть шансы. С учетом игры Тутанхэма в этом сезоне нестабильный. Можно сказать, что и в каком-то раскладе, может, Монако вторым. Я думаю, тот, на кем такой странный клуб, они, как всегда, вообще... Могут чего угодно творить. В ЛЧ хоть играть дублем. Монако в прошлом сезоне... Нет, в прошлом сезоне не вышел, к сожалению. Так я вот и посмеялся. Я не знаю, что там, Максим надувался, но Монако уже, наверное, лет десять никуда не выходил. Нет, какой лет десять, я понял. Да ты че, Монако в финале ЛЧ играли недавно. В позапрошлом сезоне Монако дошел до четвертьфинала. Да, да. А через какие команды-то он дошел. Арсенал обыграл и с Ювентусом проиграл за счетом 1-0 и не смог пройти дальше. И причем проиграл так, знаешь, неплохо смотрелся в матче. Я просто смотрел этот матч и я вот на этом основывался. А так я Лигу 1 уже давно не смотрел французскую. Ну, говорят, что у Монако и Байера проблемы с защитой. У ЦСКА, конечно же, нет проблем с защитой. У них там молодой Игнашевич, еще более молодой Березуцкий. Не, ну, знаешь, люди со стороны, европейцы скажут, что у ЦСКА это же те самые добрые. Те самые, которые уже 70 лет играют в составе сборной России. И я думаю, они скажут, что нет проблем. Они сыгранные, это же главное. Ну, сыгранные, ну, это... В 50 лет сыгранные, 100%. В 50 лет сыгранные, да. Так, 38 это вам не 48, нормально. Вполне можно играть. Ну, хорошо, давайте сейчас тогда в завершение темы Лиги Чемпионов пройдемся по всем группам и предположим, ну, как завершатся остальные квартеты. Значит, группа А – PSG, Базилер, Лудогорец, Арсенал. Я сначала свой вариант выскажу, затем вы, товарищи, каждый из вас тоже свои варианты. Ну, PSG, мне кажется, несмотря на потерю своих лидеров, все-таки будет первым. Потому как внутренний чемпионат Франции, там даже Безабрагимовича в PSG уверенно себя будет чувствовать. И, в принципе, в таком не сильно энергозатратном режиме будет играть. И поэтому в группе он займет первое место. Арсенал все-таки будет вторым. У Арсенала вечные травмы. У Арсенала вечно непонятно, что происходит там и с защитой, и с форвардами тоже. Хотя они вроде кого-то купили, и там и Мустафи, и нападающего какого-то приобретают. Но не факт, мне кажется, что Арсенал эту группу выиграет. Тем более сложная Англия, там и кубки у них, куча кубков, и куча матчей, плотный календарь. Арсенал будет вторым. Третьим, я думаю, в Лигу Европы выйдет Базель, а Улдогорец займет четвертое место. В вашем книге. Хотя здесь Арсенал на четвертом месте уже с самого начала. Просто поставили. У меня на втором стоит. Нет, у меня на четвертом. Мне кажется, на самом деле, что Базель будет вторым, Арсенал третьим, а ПСЖ первым. Вот так вот. Улдогорец, понятное дело, четвертым. Арсенал не выйдет из группы. Ну, такое вполне возможно, кстати. С учетом того, как они могут сыграть. С учетом того, какой у них форвард. Оливье Жеру. Я-Я-Сы на Гоу. У них там вот эти вот ребята молодые французы, которых Базель набирает. Максим, Максим, если вообще посмотреть по статистике, какие места занимал Арсенал в Лиге Европы? Вот за 15, за 16 лет я прям уверен, что Арсенал всегда выходил из группы в Лиге Чемпионов. Это просто... Да не, ну естественно, можно сказать, ну сто процентов, если на бумаге смотреть. Он редко выходил с первого места, у него какие-то проблемы возникали, но Арсенал всегда выходил. Он просто... Вы не чувствуете, когда Арсенал играл в Лиге Европы? Базель просто такой клуб? Вы не вспомните, когда он в квалификации Лиги Чемпионов проиграл к Арсеналу. Окей, да, это твое мнение. Всегда выходит в твою видение ситуации. Просто я, конечно, со своего, так скажем, мнения основы делаю. Будет некосенсация, если Арсенал не выиграет. Ну да, такое возможно. Вынужден заметить, что ни один спортивный сайт не знает состав Базеля у нас. Ни чемпионат, ни Sports.ru, на что очень печально. Ну, там Думби Я есть. Команда Лиги Чемпионов. Это достаточно. Ну, Базель, в принципе, для этой команды будет достаточно и третьего места, на самом деле. Но эти ребята, они такие боевиты, они могут побороться. Причем и с PSG и с Арсеналом, мне кажется. Ну, хорошо, Максим свое предположение сделал, озвучил. Саша и Леха, ваш ход, давай, Саша. Сержа и Арсенал слишком по составу, по уровню намного сильнее. То есть, ты считаешь, что они разыграют первое место? Да, наверное, Арсенал, как сказал, упухнется, займет второе место и выйдет на какую-нибудь Барселону. Ну и все, как бы. Ну, то есть, смотри, ты уверен, что... Я не знаю. Лудогорец вполне может. Вот у нас есть Евгений Капитульский, глава статистического раздела Sports.ru, он обожает слабенькие команды, никому неизвестные. Он говорил, что Лудогорец вообще может сенсационно творить в этой Лиге Европы. Да. Еще год назад мог что-то хорошее... Нет, но Арсенал не умеет давить. Мне кажется, что Лудогорец, если при всем желании, они смогут как-то отобраняться весь матч. И все, ей нужно... Так, ну вот, скинули нам ссылочку на состав Базеля, сейчас мы ее... Этот состав вам покажем. Лучше всего составы смотреть на английской Википедии, там, довольно... Ну вот Марк Сухи, пожалуйста, Марк Сухи, знакомый человек... Сухи! ...базеля... Так... Он неплохо играет. Затем... Ну, я сразу... Сразу могу сказать, что Сейду Думбия, конечно же, нам всем известен. Ну, а все остальные игроки... Ну, достаточно молодые... В принципе, есть только Дежен Филипп, 33-летний, а остальные все, в принципе, довольно-таки юные. Ребята, 22 года, 25, 18, 24... А Вальтер Самуэль как же? Где Вальтер Самуэль? Вот. Он здесь есть. Защитник... А, вот, 38 лет! Боже мой! Неужели он еще... Выходит... Знаете, ответ Игнашевич... Адама Траура есть. Эмиль, смотри, кого ты не увидел. Баланта, защитник колумбийский. Где? Который из Риверплейта пришел, и он теперь за Базель играет. Ты представляешь? Где? Я не вижу. Читера Фома. Здесь его нет, да? Здесь его нет. Ну, значит, плохой состав. Вот вам, пожалуйста. Нужно открыть Википедию и там... Дера Альварес Баланта, но замена Вальтера Самуэлю, скорее всего, потому что все-таки в таком возрасте... Я Самуэля не вижу. Ну, там стоит Самуэль. У меня состав на 23-е... Сейчас мы откроем трансфер-маркет, чтобы... 23 июля у меня может... Может он уже есть на самом деле? Ну, Баланта реально играет за Базель. Это трансфер-маркет. Здесь, значит... Надо открыть состав Базеля. Так. Базель. Так, он... Не, ну, не ищет мне команды, а вот... Сухи Аши, вице-капитан Базеля. Сейчас мы откроем. Я игрался. Значит, Эдер Баланта, да, совершенно верно. Марек Сухи, Баланта, все они здесь есть. Вальтер Самуэль, видимо, завершил карьеру. Марк Янг тот же. Хороший. Ну, то есть, да, конечно... Усокий нападающий. Ну, если у Дубья самый дорогой игрок Базеля... Это далеко не топовый состав, но просто сами вот... Они вот по характеру, мне кажется, что могут выйти из группы, если прям вот конкретно захотят этого. Потому что, ну, есть такой прецедент, мне кажется, что Базель именно такой клуб, который борется. Ну, обыграют ПСЖ, например. Ну, все возможно. Хорошо. Не, на бумаге, да. На бумаге можно сказать, там, ПСЖ, Арсенал, Базель и Лудогорец. Идем дальше, Леха. Твое мнение по этой группе? Я не знаю, что вы принципе так Базеля, по-моему, тут вообще все очевидно. Арсенал, ПСЖ, Базель, Лудогорец. Все, что тут обсуждать? Ну, хорошо. Горать какой-то он состав. Вы еще Лудогорец посмотрите состав. Кстати, давайте посмотрим. Ну, пока я буду искать Лудогорец. Следующая группа, это у нас... Боже мой. Так, это у нас Бенфика, Киевская Динамо, Наполи и Бешикташ. Группа, мне кажется, самая неинтересная абсолютно по командам. За Бенфикой всегда интересно посмотреть. Явные фавориты Бенфика и Наполи, они, скорее всего, разыграют между собой первое место. Бешикташ выйдет с третьего, а Киевская Динамо в его нынешнем состоянии, наверное... Ну, Эмиль всегда живет в таком идеальном мерке. У него на бумаге все именно так, как должно быть. Ну, на деле, получается, все наоборот. Все может быть что-то необычное. Так, там уже тут болельщики Лудогорца пришли на стрим. Я смотрю на Лудогорец, да. У них тоже неплохой состав. Я, блин, забыл, где здесь... Но даже на третье место не тянуть все-таки. Давайте поищем Лудогорец. Например, у них вратарь сборной Канады первой. Представляете? Ну, сборной Канады, если по хоккею, то я тут, конечно, обрадовался бы. Еще бы и ворота были хоккейные, да? У них есть еще Владислав Стоянов. Очень хорошая фамилия для вратаря. Что делает Стоянов? Стоит! Вот это сразу видно. Второй, значит, этот... Кстати, как правильно читать? Милан Борхан или Борьян? Бурьян, я не знаю, как правильно... Бурьян. Бурьян, возможно. Борьян. 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 Ну, вот есть Марселиньо самый... Нет. Клаудио Кесеро. Самый известный футболист по цене, самый дорогой игрок команды Лудогорец. Ну, посмотрим, на что она способна. В принципе, у них есть Витинья, то есть есть Витиньо, а у этих португалец Витинья, 30-летний, один из самых дешевых у Лудогорца. Тоже довольно интересно. Есть, кстати, украинский игрок Игорь Пластун. У нас в чате появился, кажется, чувак из Болгарии. Я говорю, фанаты Лудогорца есть у нас в чате. Так что... Ну, я думаю, все равно последний раз в этом сезоне говорим про Лудогорец. Так что можно поговорить про Лудогорец. Ну, хорошо. Все поговорили про Лудогорец. Завязали, но в группе В вроде бы все ясно. Вряд ли там что-то произойдет. Ну, даже если нет, как-то нам не очень интересно. Насколько я понимаю, второй год подряд Баруси и Мюнхен-Гладбах не везет со жеребьевкой. Она попадает с Барселоны, Манчестер-Сити и Селтиком. Мне кажется, все, что ей остается, это бороться с Селтиком. Бороться с Селтиком просто. Ну, я не буду исключать, что Ман-Сити в очередной раз тут пухнется. И что-то у них не получится. Но у них Пеп Гвардиола, да. Если вдруг они не смогут навязать тики-таку свою, не успеют. В прошлом году, кстати, Боруси и Мюнхен-Гладбах заняла последнее место в группе. Если Сити, например, дважды умудрится проиграть в Барселоне. С Манчестер-Сити, а с теми же, с Ювентусом и Сивилией. То есть, ну, вообще не повезло. Вообще не повезло. Пять очков набрала команда. Она не смогла выйти даже в Лигу Европы. В этом сезоне, мне кажется, все-таки Боруси займет таки третье место. Селтик будет четвертым. Ну, а Барселона или Ман-Сити, ну, сложно сказать. Это тоже классная группа именно в противостоянии Пепа против Барсы. Наверное, ну, не могу даже сказать. Но мне кажется, все-таки Барселона с первым место выйдет Сити, с второго. Но там разрыв будет минимальный. Мне так кажется. Ваш вариант. Мне кажется, что здесь вообще непонятно, на самом деле. И Барселона первая может занять, и Манчестер-Сити. Тут как бы рандомно. Ну, Боруси, понятное дело, третья, и Селтик четвертая. Ну, вот в Селтик никто не верит. Может быть, Леха поверит в Селтик? Ты чуть чемпионат, что-то они в таком упадке. Вы что? Конечно, Селтик четвертый. Леха, ты веришь в Селтик? Нет. В Селтик никто не верит. Все, едем дальше. Значит, группу D и группу E мы уже прошли. Группа F. Барусия, Спортинг, Мадридский Реал и Легия без Станислав Саламыча Черчесова. Естественно, ну, явный фаворит группа Реал, мне кажется. Барусия второе место, Спортинг третье, ну и Олегия, Легия четвертая. Ну, мне так кажется. Ну, конечно, тебе так кажется, вряд ли ты бы поставил Легию на первое место. Ну и весь Саламыч тренировал, можно было бы упадку. Ну, Легия уже прыгнула выше своей головы. Знаешь, вот если был Станислав Саламыч, Станислав Саламыч, Сашуль, Сашуль, Станислав Саламыч будет сборную России в финал чемпионата мира выводить. Ему выиграть группу Лиги Чемпионов, ничтожную, с какими-то Реалами и Барусиями с Легией, он бы запросто это сделал. Потому что сейчас у него просто более амбицированные. Но его нет, он, видимо, он понимал, наверное, что вряд ли шансы какие-то есть выиграть любую группу. Поэтому сделал все, что нужно и ушел, пока помнят его хорошим словом. Победителем помнят. Стас Победитель. Это, знаете, так довольно заманно звучит. Я даже вангую появление таких ников во всяких спортивных, на спортивных сайтах. Там бывает же ухо Гаррета Бейла, что-то такое. И Стас Победитель в их лице. Нет, скажи, что Рейнджерс вернулся в Шотландии. Ну и че? Ну, как вернулся, так и отвернется. Так. Вот как раз наш болгарский фанат Лудогорца спрашивает. Почему CSKA Moscow 4th seat used to be very good? No. CSKA Moscow isn't very good. It's shit. 4th place is the best place in Champions League group for CSKA. Значит, далее. Интереснейшая группа. Ну, я думаю, что по группе F тут все понятно. 100 человек у нас откуда-то. Ну, нифига себе. Куча иностранцев в часике. Или они делают вид, что... Ну, понятно, это какие-то фейки понабежали. Прикалываются люди, конечно. Да, ну, молодцы. Юмор – это хорошо. Юмор – это хорошо. Значит, группа G. Ну, точка G для многих. Потому что в группе G играет Лестер. И все просто, ну, смотрят Лигу чемпиона, возможно, ради Лестера в Лиге чемпиона. Кстати, очень интересная группа, на самом деле. Не попал Лестер с Ростовом, да. И для Лестера группа более чем проходимая, по идее. Ну, только Порту соперник такой вот прям серьезный, с которым можно зарубиться. Ну, кто-то очень хорошо в иностранном твиттере пошутил, и все начали разносить эту шутку, что вот группа G, как будто скидки там объявили на перелет каких-то самолетов. А, на то, что там все рядом. Все рядом, по сути, кроме Порту. Не, ну, как будто это не настоящая Лига чемпионов, а как будто скидки объявили, и вот такие команды вдруг появились. Типа Лестера, Порту. Гаген, Брюгги и Лестер. Главный тренер. Еще бы Ростов сюда. Да, вот, кстати, Ростов и Лестер ждали в одной из групп. Ну, ничего, в финале сыграют, как шутят многие. Ну, хорошо. Главный тренер Лестера Клаудио Рангири заявил следующее. Я еще раз говорю, что мы аутсайдеры, и поэтому в Лиге чемпионов нам за все придется биться. Ну, на самом деле, никто, наверное, не верил, что такое возможно, но Лестер умудрился остаться фаворитом даже в этой группе Лиги чемпионов. Ну, вместе с спортом. Повезло Лестеру со жеребьевкой. Представьте, попал бы Лестер в группу, ну, например... С ССК. Я бы даже был фаворитом. Например, попал бы в группу, ну, с кем-то. Вот вместо Манчестер Сити попал бы в группу Си, например. Это было бы... Ну, я понимаю, что такое невозможно, но все-таки это было бы довольно-таки сложного. Сложная была бы группа для Лестера. Все-таки с Барселоной, с Мюнхен-Гладбхом, с Селтиком. Селтик все равно команда очень опытная в Еврокубках. Как бы мы там сейчас не говорили, в каком бы состоянии не был чемпионат Шотландии. А группа G, здесь все-таки Лестер, ну... Лестер за нехватки опыта может выйти, не может. Ну, Брюги и Копенгаген вроде бы опытные команды. Да вы что? Ну, давайте посмотрим состав. Копенгаген и Брюги. Ну, какой опыт? Нет, ну, опыт в основном отрицательный. В основном отрицательный. В основном отрицательный. Вы что? Копенгаген и Брюги. Да какой опыт? Нет, возможно, я говорю, опыт этот отрицательный. Но все-таки есть люди, например, Стефано Дэнсвилл в составе того же Брюги. Да, это смешно, вот скажут. Да, там, этому Брюги в прошлом году напихал даже Мемфис мертвейший. Три мяча от Брузии. Но все равно, команда с опытом и... Копенгагену и Брюги повезло, что они друг у друга есть. У кого-то есть шанс аж 6 очков заработать на... Ну, и выйти в Лигу Европу. Выйти в Лигу Европу. Не, никуда не выйти. Ну, в Лигу Европу. С шестью очками, я думаю, любой согласится из этих клубов. Так, ну и Копенгаген... 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 Такие люди с английским чемпионатом знакомы, к примеру. Я и говорю то, что в принципе... Он, например, решил, что в чемпионшипе он не будет играть, лучше будет в Дании. Брюги. Ну, я и говорю, и Брюги здесь, в принципе, ребята могут побороться все. Смотря как... В какой форме они подойдут к этим матчам. Ну, хорошо. У Лестера достаточно людей, чтобы на два-три фронта играть? Вот, скажите мне. Ну, Лестеру в прошлом году очень сильно повезло. На самом деле, я все думал, что получит там травму в РС, или Барди, или Канте. Кто-то из них поломается, Лестер упустит чемпионство. Я, по большому счету, поэтому не верил в чемпионство Лестера. Ну, когда уже концовка сезона была, и когда они Арсенала... Там еще и Тоттенхэм начал спотыкаться в конце. И Тоттенхэм начал спотыкаться, но все-таки основной успех Лестера в том, что не было травм. Вот Морган... Покалечился бы у Морган на полгода, и Канте бы покалечился на полгода, и не было бы никакого чемпионства Лестера. Сейчас Лестер с большим трудом в Англии буксует. То есть, вот, еле-еле Свон себя обыграли, и на том, как говорится, спасибо. Но в Лиге чемпионов... Нет, у вас ощущение, что как раз Лестер будет отдыхать в Лиге чемпионов. Они понимают, что от них никто там ничего не ждет. Ну, нет, была бы группа сложнее... И можно расслабиться и прямо вот показать... Понимаешь, Саш, была бы группа сложнее. Они могли бы расслабиться и, как говорится, катать яйца. Ну, потому что там ловить было бы нечего. Но здесь, когда в группе вроде бы Копенгаген и Брюгге, придется выкладываться и придется стараться. И Лестер, привыкший все-таки играть больше в такой манере... Ну, не сказать, что прям контратакующий, но Лестер очень часто играет тот соперник, особенно когда соперник его превосходит. И спорту, возможно, эта тактика сработает. Но когда надо будет играть с Копенгагеном или Брюгге, там уже Лестер не сможет отдать мяч этим парням и говорить, ну, давайте, забивайте нам. Они тоже будут играть, знаете, как на ничью, ничейка с Лестером, с чемпионом Англии и им за счастье будет. Поэтому Лестеру придется как-то раскрываться, придется идти вперед. А вот повезет, не повезет, это тоже будет лотерея для Лестера. Я думаю, у Лестера нет цели выйти из группы Лиги Чемпионов. Но они выйдут, мне кажется, под составом уж точно. Раз они переподписали многих игроков, то я думаю... Как повезет. Если они, например, к зиме выйдут из группы Лиги Чемпионов, но, например, у себя в чемпионате будут на восемнадцатом месте, например, то не помешает ничего ранее взять и уволить, несмотря на то, что он такой герой, например. Да, но если Лестер не выйдет из группы, если Лестер не выйдет из группы, то... Ну, ничего не скажет. Такое часто бывало с командами из Испании, из Италии, которые неожиданно занимали высокое место, там второй или третий у себя в чемпионате попадали в Лигу и чемпионов, и не очень хорошо себя проявляли. Кто выиграет, Спартак или Анджи? Мы к этому еще вернемся. К Спартакам. Это так, Жайки, в стороночку, отойдем на секунду. Значит, что касается Лестера, Леха, ты как предполагаешь, в этой группе, чего сможет добиться Лестер? Лиге чемпионов. Второго места? Второго места. Порту пропустят вперед. Конечно. А можно как-то тебе подумать? Очень тихий. Забился в дальний конец комнаты, видимо. А я не виноват. Делайте меня громче. Хорошо. Третье и четвертое место. Копенгаген или Брюги? Копенгаген? Интересно. Ну, хорошо. Ну, если у Копенгагена лучший бомбардир в отборочных Лиге чемпионов является Макеенок, как вы думаете? Кто сильнее? Ну, хорошо. Убедил. Далее у нас группа H, Загребская и Динамо, Ювентус, Леон и Севилья. Салбахмилан. Здесь, конечно, Ювентус. Хорошая группа. Динамо и Загреб почему-то выглядят явным аутсайдером. Ну, почему-то. Наверное, потому что это Динамо, Загреб. Но Ювентус, Леон, Севилья. Все-таки я думаю, что итальянцы Ювентус сможет первое место взять. Но там, конечно, развернется борьба за вторую путевку между Леоном и Севильей, серьезно. Ну, мне кажется, Севилья все-таки выйдет со второго. У них опыта, ну, мне кажется, больше, естественно. Из-за этого они должны выходить. Мне кажется, кто-то или Леон, или Севилья могут так опозориться, что Динамо и Загреб даже за третье место могут зацепиться. То есть, ну, просто шансы потеряют, расстроятся и четвертое займут в итоге. Например, Леон вполне себе может четвертое займут. Ну, понимаешь, мы же знаем, что Златан Казманов в той второй аккаунт просто решил нам напомнить о своем мнении, которое говорил в стримах 5 назад. Поясни, пожалуйста, почему ты уверен, что в Лиге Чемпионов не хватает? Ты кому говоришь? Ну, достаточно выйти просто из группы, и все. То есть, уже будет задача для Лестера гаучка? Конечно. Если Арсенал-то эту задачу себе ставит постоянно, то почему Лестер не может? Да не ставят в таких чемпионатах, таким клубом, такие, значит, условия, что вот, давайте выйти из группы. Это вообще... Ну, и по поводу последней группы, Леха, что скажешь? Ювентус? Ювентус, конечно. И? Второе место, скорее всего, займет... Ну, мне кажется, почему-то... Севиль. Либо Леон, либо Загреб. А, то есть, Севиль вообще не верит? Вообще не верит в Севиль. На чем это связано? Не знаю, в этом году они какие-то фатные очень. Пока неплохо играет. Тренер ушел. Может, они раскачегарятся, может быть, я не стану списывать со счетов, но сказать так вот, очевидно, что Севиль во второе место, нет, я бы не стал. Ну, то есть, для тебя все могут занять второе место из этих клубов. Ювентус первое, остальные все могут второе занять. Ну, видимо, Леха именно это и имел в виду. Так, теперь, что касается Лиги Европы, у нас, да, тоже есть такой гениальный турнир. Поэтому сейчас мы, наверное, посмотрим таблицу и быстренько тоже пробежимся по группам, чтобы сильно не затягивать. Значит, группа А. Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Фейнорд и Заря. Ну, не думаю, что у Зари получится выиграть эту группу, но явный фаворит МЮ. За вторую строчку развернется борьба между Фенербахче и Фейнордом. Я думаю, что вы здесь со мной согласитесь. А не будет ли лишней обузой для МЮ и для Мауриньо участия в таком турнире? Ну, это с одной стороны, да, с другой стороны, европейский трофей. Или у них достаточно, вообще, с другой стороны, это Мауриньо. У Манчестер Юнайтед очень широкая ротация. То есть в этой группе он может наигрывать ему. Устраивайте CSKA, мне кажется, у них в два раза больше человек. Два состава, в принципе, я здесь согласен с Жозе Мауриньо, вопрос в том, как второй состав МЮ справится. Мы не видели еще в этом сезоне Мэмфиса, мы не видели еще в этом сезоне, толком, Моргана Шнайдерлина, Мы не видели в этом сезоне Смолинга, мы не видели в этом сезоне Ило Джонса, Мы не видели в этом сезоне Марка Сарроха. Мы не видели, к Лему… Он же играл в твоем последнем матче. Там же Блинд играл. И Джонс тоже. А где Джонс играл? – На щите. В защите играл Байи и Блинт. Или мы с тобой разные матчи? А слева кто выиграл? Не шоу. Не знаю. Мне казалось, Джонс играл. Ой, возможно, я, конечно, не прав. Но давайте смотрим. Наверняка... Ну, вы пока про эту группу продолжайте разговор. Ваше мнение. Можно ли здесь ждать сюрприз? Тут все очевидно, мне кажется. Манчестер Юнайт это первое место. Если они сливать не начнут, как сказал Сашуля. Фенер-Бахча второе, Фенинор третье и Заря четвертое. Леха? Я считаю, что Манчестер будет играть вторым составом, дублером. И поэтому максимум второе. Первое Фенер-Бахча, скорее всего. Может Фенер-Бахча, ты посмотри состав Фенер-Бахча. И я думаю, что на этом можно будет просто сделать уже какие-то выводы. То есть ты считаешь, что второе место Фенер-Бахча? Ты считаешь, что не первый? Что было насчет Джонса что-то мне показалось. Нет никаких Джонсов, все. Ну вот я тоже удивился на подсчет. Я уже реальность путаю с ФММ, наверное. Наверняка. На одной харизме Златана не уедешь далеко, да и засчитывай МГУ. Так, почему не Златан? Златан, я больше всего уверен, вообще ни одного матча не сыграет в Лиге Европе. Это не его уровень. Он там не будет просто выходить. Там будет играть какой-нибудь Решфорд, получать игровую практику. А как раз-таки Решфорда ВПЛ ставит вместо Златана никто не будет. Потому что если Златан не выйдет хотя бы в одном матче, не по состоянию здоровья, это все, это пиздец, это скандал. Ждем Алекса Хантера в основе вместе с Уокером. Будут разрывать. Ну хорошо. Но вдруг Златан очень захочется играть против Зари, например. Вот группа Т, кстати, интересная. А мне кажется, наоборот вообще самое скучное. Нет, я имею в виду в плане второго места. Здесь вообще хрен поймешь, кто может занять второе место. А тут и первое место хрен знает, кто может занять. Не, Олимпиакос первое, это 100%. Ну не знаю, я бы не был такой уверен. Все-таки Young Boys, команда тоже суббит. Да, прям уж, это швейцарский чемпионат. О, а Олимпиакос греческий. Ну и что? Мне кажется, что Олимпиакос это все-таки клуб, который более такой знаменитый. А Павел вообще киприоты, мне кажется, они фавориты. Мне кажется, Олимпиакос первое место, а второе там уже интереснее. Потому что там наверняка куча испанцев, кто там играет. Ой, куча испанцев. Когда со Спартаком играл этот АЕК тоже, блин, говорили, говорили. И в итоге закатили на последних минутах. А Павел-то посильнее, мне кажется. Ну мне нечего сказать по поводу этой группы. Я даже предполагать боюсь, но я думаю, что... Вот второе место это интересно здесь будет. Первое Олимпиакос 100%. Не знаю, мне нечего сказать по поводу этой группы. Леха, тебе, наверное, тоже нечего сказать по поводу этой группы. Почему? Есть. Хорошо. Слушай. Я думаю, что Олимпиакос первое, а второе место либо Young Boys, либо Астана. А в АПЛ-то вообще не вылез. Ну, третье или четвертое, я там не знаю. Ну, хорошо. Поборются за выход в кубок Интер-Тато. Группа С. Андерлехт, Сент-Этьен, Майнс и Габала. Вот тоже, знаете, группа такая вот... Радует, конечно, что... Такие группы, да, ровные. Нет, что клубы из бывшего СССР, такие как азербайджанские клубы, казахские, попадают в этот турнир. А мне нравится то, что две группы такие. Зрители из этих стран будут очень интересны. Такие ровные все. Я прям им как завидую. Как зрители из Истании завидуют, что такие вот клубы проходят. Хочется, чтобы уже Нарвский транс, наконец, да? Ну, Нарвский транс нет, но хотя бы кто-нибудь. Хорошо, группа С. Ну, Андерлехт, команда с именем, и Сент-Этьен тоже Франция, и Майнс. Вы представители очень хороших чемпионатов тут? Любая команда может выиграть. Я все-таки, наверное, отдам предпочтение немцам. Мне кажется, Майнс займет первое место, вторым будет Сент-Этьен. Мне кажется, по моему мнению, Андерлехт первое, второе Майнс, третье Сент-Этьен и четвертое Габала. В Габалу вряд ли верят. Леха, ты веришь в Габалу? Я даже не знаю такую команду. Хорошо. Так что, я думаю, четвертое место для Габалу. Но это не мешает же мне верить, например. Но Леха знает Спартакс, Леха в него верит. Я бы сказал, что первое место займет Андерлехт, второе, скорее всего, Сент-Этьен. Сент-Этьен, хорошо. Группа Ди, конечно, наша группа, группа, где играет Зенит, как же хорош был Зенит. Ну, я думаю, что Зенит из этой группы... Я думаю, ты скажешь, наша такая группа, понимаешь ли, Макаби, болеем за вас. Здесь Зенит, Кмар, Макаби и Дандолг. Ну, Зенит должен выходить из этой группы. Мое мнение. Ваше мнение к тому. Да, конечно, должен выходить, вообще без вопросов. Если Луческу еще и поставят игру команде к этому времени, то все уже, ну, это 100%. Ну, у Зенита проблемы, уже угорают, непонятно, что происходит. Когда случилась такая интересная штука, когда Динамо 6 побед удержал, это позапрошлым, кажется, году. Ну, когда Черчес вроде тренировал, да? Ну, вот, я думаю, Зенит вполне себе повторит этот подвиг 6 побед. Азе Алкмар, команда тоже такая опытная по европейски. Ну, у Динамо группа сильнее была, я помню. По СВ вроде было. Ну, здесь я думаю, что все-таки, как команды сейчас располагаются, так группа и должна быть. Я думаю, я не знаю, как они располагаются. Я думаю, вот что, что не стоит недооценивать ирландцев. Они чуть-чуть не вышли в Лигу чемпионов. Вообще, преподнесли сюрприз, говорили, что если бы не Ростов, то дан Дандолг были бы главными. Главными сюрпризами еврокубков, квалификации. Так что, я думаю, они еще могут шороху навести и способны вполне Макаби обойти. Азе, не знаю, что насчет Зенита. Леха, твое мнение по Зениту? Я думаю, что все у них плохо, никуда они не выйдут. То есть, третье место займет в группе Ди? Ну, да. Как в этой группе вообще можно не выйти? И кого они пропустят? Ну, Азе Ахмар может побороться за первую строчку, что этот клуб вполне хорош, можно в состав даже посмотреть. Макаби, ну, не знаю, что это Макаби, а Дандолг действительно находится в таком на моральном подъеме, что могут вполне побороться за вторую строчку. Ну, вот как, допустим, та же Астана в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов. Вот вам, пожалуйста. То есть, ты на первое место бы поставил, например, Азе, на второе место Дандолг. Ну, почему-то, я говорю, могут побороться, я не говорю, что они... Ну, есть... Как вообще может Зенит не выйти из этой группы? Я не понимаю. Группа очень легкая. Потому что у Зенита сейчас проблемы большие. Да прямо в какие большие проблемы? Ну, Зенит не смог забить... Потеря основного защитника. И потеря основного нападающего. Они без Гарая много матчей провели, они знают, как без Гарая играть. Я видел, как они без Гарая играли. Нормально они играли без Гарая, в принципе. Еле, не знаю. Отличие от ЦСКАУ Зенита хоть какая-то... Да, да. Да, вот в том-то дело, что в отличие от ЦСКАУ Зенита даже игры поставлены нет. Потому что у ЦСКАУ хотя бы один и тот же тренер, и они играют по одной и той же тактике. Ческу поставят. А здесь пришел Лучевский, и он пока настроит эту тактику. Но Ческу же такую гениальную тактику исповедует. Когда он ее настроит, Зенита вообще... Вот когда настроит, тогда и поговорим. Но это настроение... Даже в таком состоянии может все команды из этой группы обыгрывать спокойно. Да, но смотрите. Зенит не смог забить, например, Уфе. Что же проблема? А тут все-таки АЗ, наверное, посерьезнее команда, чем Уфа. Но они не будут такой закрытой команды, как Уфа играть. И Зенита будет легко, как раз, на встречных курсах, там, в Европе, на хороших полях. Да, мне кажется, Зенита тоже, мне кажется, Зенита тоже, как мотивационный, этот кубок нахер не сдался, он не будет на него все силы отдавать. Ему сейчас нужно реабилитироваться в чемпионате России, так как он сейчас... Ну, в таком случае они могут идти с группой и слиться потом сразу. Да, не будут они выходить из группы, смысла в этом нет. Опять же, я уже сколько раз говорил, что Лига Европы, это вообще довольно затратная для команд, ну, для таких средних команд, довольно затратный кубок. Он им нахер вообще не нужен. Там больше поддержим, чем приобретить ни хера в группе с Миланом. Ясно все. Российским командам очень удобно играть осенью, как раз. Да, российские команды вообще не удобные. Ну, календарь российских у них не очень напряженный. И... Что касается группы И, перейдем к следующей. Тут все понятно. Разобрались мы каждый со своей позиции по Зениту. Гатоз, блин, ты ее вообще неправильно понял. Я говорил о том, что у ЦСКА есть определенная тактика, которую... Ну, Слуцкий, он ее придерживается. Он ее придерживается, да. То, что, как бы, блин, там уже наиграно. Понятное дело, что форвард поменялся, а то были забросы, а теперь навесы. То есть, это единственное, что поменялось. Если ты считаешь, что это совершенно две разных тактики, ну, удачи тебе в футболе. Полет мяча поменялся. Чуть выше стала лететь. Что касается группы И. Виктория Ползень, Рома, Устрия, Астра. Еще одна сенсация. Это Астра, которая пробилась в Лигу Европы. Выбила Славина Билича. Выбила, 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 выбила Билича. Второй год подряд выбила Вестхем Астра. Вы представляете? Вообще было ли это когда-нибудь такое, чтобы... Непонятно, румунская команда против, там, английской. И дважды попадались, и дважды. В Рома, Выбивали. Я думаю, что болельщики Вестхема, кто ездил на Opel Astra, уже точно выставили объявление на продажу своих машин, потому что ездить они на этом просто не могут из-за клубных пристрастий. Но вообще понятно, что... Одним этим достижением, думаю, Астра... Надо ее уважать, в общем, и можно рассматривать, что, например, с Ромой именно Астра выйдет. Ахмед Мусатт высказывает мнение, что Вестхем специально слил, ему не нужна ЛЕ, а в стране сенсация. Вот так вот. Возможно, это было в прошлом году, а в этом они хотели реабилитироваться, но опять не смогли. Ну, по большому счету, Вестхема за счет чего реабилитироваться? В чемпионате им ничего не светит. Это середина таблицы в лучшем случае, потому что в этом сезоне настолько сильны и Юнайтед, и Сити, и Челси, и Дэдбуксинг, и Националы, и Лескеры. Но если даже сливать Лигу Чемпионов, сливать Вестхема, то зачем вообще существует этот клуб? Это тоже очень хороший вопрос. Что им делать-то еще? Если команда не выходит? Вот такое возмунение есть в части. Это зависит от руководства, какие задачи ставит тренер. Если руководство говорит, что давай выиграю мне АПЛ... Нет, при чем здесь слить? Если он говорит, да выиграю мне АПЛ, так всеми возможными способами, конечно, человек будет сливать... Лишь... Лишь... Почему? Если у них именно такая задача... Понятное дело, что в АСХЕМе в Лиге Чемпионов ничего не светит, даже если он-то выйдет. Нахера на нее вообще тратит время... Нет, это же Лига Европы. Это же Лига Европы. Да, то есть Лига Европы. Нахера на нее тратить вообще время и пытаться в нее... Нет, а почему не светит? Почему не светит ничего? То есть в АСХЕМ не способен. Потому что в Лиге Европе есть Манчестер Юнайтед, в Лиге Европе есть... Я тебе скажу, в Чемпионате Англии тоже есть Манчестер Юнайтед. В АСХЕМ может побороться без проблем. В АСХЕМ проиграя Манчестер Юнайтед, они не вылетят никуда. Нет, ВАСХЕМ все-таки это команда уровня плей-оффа Лиги Европы. Да, и ВАСХЕМ может выиграть Лига Европы. А Чемпионат Англии ВАСХЕМ не выиграет. Да, ну, блин, опять же, даже Турк написал правильно, что чем выше позиция ВПЛ, тем больше денег. И в Лиге Европе вообще не нужна ни для чего. Я полностью с этим согласен. Лига Европа в плане финансово, она может помочь какой-нибудь Габале, условный Донбок, Астри какой-нибудь. Но не таким клубом, как Вестхэм, Манчестер Юнайтед. Для них это все не деньги, это все херота. Это лишняя трата времени, трата физической усталости игроков и прочее. Такие клубы начинают задумываться об этом, только когда выходят из группы. И Зенит будет дебилом полным, если он сделает себе целью победить в Лиге Европы. Какой престиж нахер? Вот выиграла ЦСКА Лигу Европы. Ну, вот выиграла ЦСКА Кубок УЕФА. И где этот сраный престиж? Так все о нем и говорят. Все турка в этом. Кто? Кто говорит? Болельщики ЦСКА уже точно. Болельщики ЦСКА, они будут говорить, даже если они в ПФЛ вылетят. Они будут много о чем говорить, понятное дело. Ну, в Европе, у Болельщиков ЦСКА есть чем ответить. В Немаличках ЦСКА. Да в том-то и дело, что это все, понимаете, это все узкий круг знакомства. То есть, вот ЦСКА победили. Вот в Москве это обсуждает. О боже, ЦСКА там 15 лет назад что-то выиграли. О, как мы все будем дрочить на это сидеть. В Европе даже знать не знать, что такое ЦСКА. Они, о, ЦСКА Москва, ура, они у нас в группе, мы их выиграем. Именно так это и выглядит. Нет, от ЦСКА наоборот уже какой-то так есть. Мне вот лично вообще срать, даже если Спартак выиграет кубок EF, ну, точнее, Лигу Европы, мне вот на это срать. Потому что это нихера не престижный кубок. Зачем, давай это уберем его к чертям вообще. Пожалуйста, легко. Я только за. Если будет такая петиция, я только подпишусь под ней. Ну, нахер это петиция все равно, и кто-то твоей петиции. Ну, вот, видишь, ты даже воспринять не можешь. Потому что, театизм, считать кубок EF, Лигу Европы, таким вот ненужным кубком. Потому что так многие считают, вообще-то это не мое мнение. Ну, а в Севилье я два раза подряд выигрывал, это не круто разве? Это ахер круто. И что о Севиле сейчас говорят? А куда тренер Севилье ушел в ПСЖ тренировать? А он разве не... О, боже мой, да это прям достижение. Ну, тогда игроки себе цену набили вполне себе. Так что неплохой такой турнир, я не думаю, что это так плохо, выступать Лиги Европы. Да. С Нитой, конечно, это не уровень, да, но тем не менее. А Севилье уровень? Ну, Севилье выигрывал два раза, в том-то и дело. Если Зенит выиграет, тогда тоже круто будет вполне себе. Но это... Так, если участвовать просто и вылететь потом, это не уровень. Ну, что, нужный, не нужный турнир, но тем не менее... Это не мое мнение, если что, можешь почитать кучу интервью различных тренеров, которые явно не... Нет, возможно, смотри, а если бы... Они считают, что Лига Европы это просто трата времени. А если бы за победу в Лиге Европы, ну, или за там места какие-то в поле в Лиге Европы платили гораздо больше, и бы призов. Нет, ну, если бы платили больше, естественно, был бы смысл. Сейчас я говорю то, что Лига Европы это вот чисто для клубов таких вот, как какая-нибудь там условная Астра, Аустрия. Вот это, да, это их не уровень. Да, но проблема в том, что... Проблема в том, что Лига Европы почему-то не выигрывают ни Астра, ни Аустрия, а все-таки... Но они не выигрывают, потому что туда... Вот так вот сложилось исторически то, что туда попадают тоже действительно хорошие клубы. И они должны сливать обязательно по твоей логике, то есть они туда попадают, и они должны сливать, потому что это нахер не нужный турнир. Это твоя логика. Ты говорил, что все сильные клубы они не должны здесь выступать. Они, ну, не ценятся этот турнир. Если сливать, сливать как Вестхем. А уж, а если задумываться о том, что вот надо бы нам выиграть Лигу Европы, Я говорю, все зависит от поставленной задачи. Если руководство не видит команду в высоких местах на своем чемпионате, в своем родном, то, естественно, они будут ставить задачу, чтобы давайте в кубках играть, а также не только в Лиге Европы. Никаких задач в Лиге Европы сейчас не ставят. Это относится ко всем кубкам абсолютно. Опять же, а если есть шансы побороться, у Вестхемы есть вполне шансы, потому что в прошлом году они заняли довольно достойное место. И с учетом того, как сыграл Лестер, они могут, ну, очень хорошо сыграть в чемпионате АПЛ. Ну, опять же, вот на это можно делать расчет. Поэтому, зачем им разделяться там на 3-4 фронта и пытаться еще при этом ВПЛ хорошо сыграть? Смысла в этом нет. Естественно, они будут сливать этот кубок. А есть клубы, которые, ну, допустим, кто там, ну, условно Севилья. Да они никогда в жизни чемпионом Испании не станут. Естественно, пусть они играют в сам кубке УФА, потому что им больше не станет. А Вестхем тоже станет. Потому что АПЛ тоже станет. Вестхем в Англии тоже станет, да, чемпионом? Ну, сейчас вообще невозможно. Ну, да, Лестер же стал, почему не может стать. Это вообще история из ряда вон выходящая, на самом деле. Тоже сам говорили, Либералестер. Да суть не в этом. Ну, ты не хочешь предположить, что Вестхем в этом. Да суть не в этом понимаешь, что никто не говорит, что вот Вестхем станет чемпионом, но задача ставит руководство. И никто не говорит, что они должны быть выполнены, прям вот все, пизец поставили, все, это чемпионом можно уже пойти открывать шампанское. Это просто задача, и все. То есть, ты как хочешь делай, но ты должен просто пытаться к этой задаче идти. То есть, тебе поставили выиграть, это не значит, что ты должен выиграть, это значит, что ты должен стремиться к этому. Вот в чем разница. А вы прямо говорите, что вот все, вы скажем чемпион. Что за чушь-то не все, я вообще не понимаю. Никто не знает, какие команды вылетят из Лиги чемпионов и будут весной играть в Лиге Европы. Поэтому никто не будет задачу выиграть Лигу Европы, ставить сейчас. Максимум задача это выступить хорошо, выйти из группы. А уж потом, какая будет же ребенка, посмотрят, кто... С полуфинала уже определяют тренеры. Ну не полуфинала, надо ли бороться вообще-то. Хотя в одной восьмой или в одной шнадцатой посмотрят, какие клубы, какие задачи и уж тогда кто-то вдруг захочет попытаться выиграть Лигу чемпионов и туда все силы. Лига Европы и все силы... Это типа победа в Лиге Европы дает место в Лиге чемпионов. Ну, понимаешь, в основном Лигу Европы выигрывают те клубы, которые и так попадают в Лигу чемпионов. Поэтому вот это вот правило оно вообще такое дебильное на самом деле, что просто аж смеяться хочется. И ставить это... Ну не в упрек, а ставить вот это как... Севилья думают... А Севилья выходила разве по турнирной таблице? Вот. Нет, ну причем Севилья. Опять же, что вы к этой Севильи привязались-то? Только Севилья с Севилья. Сам я о том, что Севилья доводится. Это единственная команда, которая так играет. И все. Хорошо, продолжаем дальше. У нас затянулся. Севилья вполне может вылететь опять же из Лиги чемпионов Лигой Европы и третий раз ее выиграть вполне возможно. И Севилья вообще кукавим будет. Ну, Эмири сказал, Лига Европы. Я не говорил, что Севилья... Мы обожаем ее. Хорошо, проехали мы уже с Севилью, группу И, группа Ф, Атлетик, Бильбао, Генг, Рапид и Сосуола. Наверное, Атлетик займет первое место, Сосуола, несмотря на название, второе. Ну, а Генг и Рапид, Генг, мне кажется, от Сосуолит. Ну, а в Лиге чемпионов, по-моему, они с Зенитом в прошлом сезоне играли, да? Неплохо так выступали. Ну, посмотрим ваше предположение, Максим, что думаешь? Ну, я думаю, что Атлетик первое, конечно, второй Генг, потом Сосуола и Рапид четвертое. Саша? Нет, все равно. Леха? Атлетик, наверное, я считаю, что Атлетик и Генг будут бороться. А Сосуола? Сосуола не будет бороться. А кто там будет бороться? Сосуола будет Сосуоль. Сосуола будет Сосуоль, потому что Сосуола уже ушел тот же Симон Заза, который... как бы он не был, каким бы он не был клоуном, но все-таки он эту команду на себе тащил, когда он был в аренде в этом клубе. Ну, не в аренде, а как там в Италии называются эти... Ну, Бигнук пишет, что Сосуола очень кусачая команда, так что, скорее всего, они точно пройдут. Берарди нападающий у них на ходу. Так, Берарди один в поле не воин. Опять же, вот у них как бы есть шансы, но Генг тоже сильная команда, у них тоже есть футболисты, в принципе. Сейчас я не назову, конечно, но... помню, играл в ФМ, помню, смотрел матчи с Зенитом, так что... Там есть неплохие бельгийцы, потенциальные. Значит, группа G, Аякс, Львежский стандарт, Сельта, Испланчина и Кос. Наверное, все-таки Аякс, который... Смотри, сколько вообще команд бельгийских в Лиге Европы? Четыре, да? Достаточно много. Такое дело, что люди, большинство судят по командам чисто из ФМа, говорят, а Сансоне, а Берарди, но они в ФМе заебись. На самом деле, они играют, ну, понятное дело, что они перспективные игроки, но они не... От формы зависит. Ну, ничего они там не тащат, ничего они там прям такого феерического не делают. Я говорю, люди, по-моему, честно на ФМе зациклены, то, что вот Сансон у них там лучшим бомбардиром когда-то стал, или там, не знаю, сто пятьсот голевых отдал. Все, топ-игрок. Топ-игрок. Он будет тащить. Да какой... Хоть кто-нибудь а Сансоне вообще слышал в реальности? Что он сделал? Ну, может, кто-то смотрит итальянский чемпионат. Он бегу, ну, хорошо. Давай, открой сейчас итальянский чемпионат, посмотри, лучшего бомбардира, лучшего там... Не, я просто Сансоне ничего не говорю. Я даже... Ну, я знаю твоего игрока, тоже по-моему, кстати. Судить о этих группах. Обычный игрок, такой же, как вон, в том же Генке таких игроков до хера и больше. Вон, человек вообще Сансоне не знает. Ну, блин, Сансон это не звезда, чтобы его там все знали. Я знал, все вон в пример ставят его, смотри, Сансон, блядь, у меня там все будет тащить до ССО. Кого он тащить будет? Он даже не выйдет на поле, скорее всего. Я предлагаю вообще сразу группе Костандара 3. Кинг Янг 13, спасибо за фолловинг. Значит, далее мы переходим к следующей группе. Буба в студию, говорят. Ну, 150 нет человек, чтобы Буба пришел в студию. Значит, группа G, Аякс, Стандарт, будь здоров Максим, Сельта и Панатяна и Кос. То есть, группа очень ровная, команды все, ну, все достаточно известные, и непонятно, в каком состоянии будет Аякс, что будет делать Сельта. Это почти про каждую группу, можно так сказать. Да, Лига Европы, она тем и интересна. И мы вообще судить не можем. Нет, ну, здесь самая очевидная, прям вот, ну, самая такая вот группа равная, прям вообще, из всех остальных. Может абсолютно любой быть результат. Можно сказать, что Аякс выйдет, да, но тут смотрим опять же на их форму. Они херово играют сейчас. С Ростовом как сыграли. Да, но при этом они должны как-то, опять же, своих игроков показывать. Все-таки они там, ну, понятное дело, клишированная фраза, они там продают игроков, все дела, поэтому они должны выходить. Но у них сейчас игра просто говно. Тогда, скорее всего, Сельта с первого места, Аякс со второго, потому что испанские клубы очень хорошо относятся к этому турниру, и, возможно, из-за более низких призовых в чемпионате внутреннем. Поэтому, вот и Сельта, там и Сивили, которые мы сегодня уже приводили, например, они вот любят такие турниры, и они там бьются, и, возможно, поэтому испанские клубы столь часто являются победителями Лиги Европы. Nature Boy Sergei, спасибо за фоллэвен. Вот я, допустим, не смотрю там за греческим чемпионатом, за бельгийским, поэтому я не знаю, как играет сейчас Лежский стандарт, вот этот вот клуб, который... Я знаю, что в Бельгии очень веселые команды, и они прям... Да, они могут... Аякс тот же самый. Почему? Ростов победил. У бельгийского футбола вообще какой-то план грандиозный по поводу захвата европейского футбола, мне кажется, они потихоньку так протягиваются ручками своими. Вот человек говорит то, что, типа, мне главное, чтобы мое мнение отличалось от других, а при этом, буду адекватно выглядеть или нет, меня не волнует. Но это такой бред вообще. Вот опять же, взять прошлые мои прогнозы, которые, ну, действительно, не шуточные были, а то, что я говорил, что выиграет Лестер, то, что Уфа останется в чемпионате, там еще парочка была, они же все сбылись. И все равно никто даже на это внимание не обратил. Все продолжают говорить, типа, что вот я... Нет, ну, вспомни про Аякса, Ростов, да? Ну, блин, я не знаю, люди все равно говорят о том, что, типа, я не умею рассуждать или там, ну, прогнозировать. Ну, блин, значит, ты плохо следишь за моим ходом мыслей. Вот и все. Хорошо, Леха, ты видишь, что сказать по поводу группы G с Аяксом, Стандартным, Сильтой и Панатина и Кос? Есть ли у тебя здесь явные фавориты или нет? Ну, тут очень равная группа. Мне тоже так кажется. Я думаю, что и Саша тоже с этим согласится. Ну, я думаю, Аякс и Стандарт выйдут. Ну, посмотрел просто, без строчки, говорит, да. Хал сбылся, причем здесь Хал. Понятное дело, что Хал это было просто шуточно точно так же, как и Эвертон. Вот Светлий бы придраться всем. Такую чушь вообще вот люди несут. Ну, бывает. Давайте перейдем к группе H. Шахтер, Донецк, Брага, Гент, Каньяспор. Ну, мне кажется, что все-таки Брага и Гент сейчас в лучшей форме, чем Донецкий Шахтер, который даже не играет у себя дома. Что из себя представляет Каньяспор, я не знаю. Ну, по силе этой команды сразу говорю, не знаком. Со слабостями и тем более. Поэтому, мне кажется, все-таки Брага и Гент мы давно не видели Шахтер не в Лиге Чемпионов и Беронид Старого Тренера. Так что, Шахтер, мне кажется... Ну, почему? Он на уровне Лиги Чемпионов бы не смог нормально, достойно сыграть. А тут вполне, вполне. Шахтер по статусу должен. Игроки-то остались все эти бразильцы многочисленные и все такое. Ну, мне все-таки кажется, что Брага и Гент пройдут дальше. Мне кажется, Шахтер и Брага. Шахтер и Куния Спор, давайте так. Леха, удиви нас. Куния Спор и Гент сейчас скажу. Брагу не называй. Вы забываете одно, то что, ну, если, конечно, я особо не слежу, конечно, за Брагой, но вроде бы, как бы там до сих пор еще играет тот самый человек, который забил победный гол в финале чемпионата мира. Поэтому, я думаю, что Брага первое место займет. Мира, а кто забил? Ой, Мира, Европы. Я перепутал. Нет, он уже вылетел из Лиги Европы. Он в Лилии играет. Эдер. А, он перешел? Ну, может быть, я сразу сказал, что я не слежу за его деятельностью, но он там играл точно. Хорошо, дальше переходим к группе Ай. Там у нас Шальке, Рэдбул, Зальцбург, Краснодар и Ницца. Ну, Краснодару не повезло, конечно. Очень сильно. Ему не повезло. Ну, что, Шальке, Рэдбул, Зальцбург и Ницца, это все такие команды, но особенно Шальке и Ницца. да, это не самый легкий вариант. хотел, чтобы Краснодару с каким-то говном играл? Ну, ну, смотри, Коньяспор, там, например, какой-то. Кто-то говорит, что Эдер Сенттьени, кто-то говорит, что Блили. Это эксперт. Кон Сенттьтьени. Я не знаю, он видит, как. Просто, есть группы, например, где там Аустрия, Астра, Маккаби, Габала, Астана. Нет, Олег Кононов сам что говорил? Он говорил, что он хотел с Манчестер Юнайт. Нет, Манчестер Юнайт это одно, то есть, топ-клуб приехал отлично, а тут, вот вроде и клубы приехали, но какие-то шальки, какие-то Ницца. Как раз клубы подстать Краснодару. Краснодар любит играть, они другим играть дают, это будет интересно. Человек говорит, что мои прогнозы, они на уровне 2 плюс 2. Извини меня, когда я говорил, что Лестер станет чемпионом, тогда еще не было даже половины чемпионата сыграно. Я с Лёбой согласен. Мы с Лёбой спорили, именно в этот момент там еще половина чемпионата не было сыграно. По поводу Аякси Ростова, если кто-то прям был настолько уверен, что Ростов победит Аякс, ну, блин, это, наверное, явно не уровень 2 плюс 2. Опять же, то, что Уфа не вылетит, играя со спортсменом, который боролся за Лигу Европы, опять же, тоже, если ты это считаешь тоже дважды два, ну, я не знаю, тогда ты, наверное, на ставках там уже миллиардов сто сделал, раз у тебя такие прогнозы замечательные для тебя, как дважды два считаются. Может, поделишься с нами, закинешь донатика тысяч на пятьдесят хотя бы. Бигну пишет, что Краснодар третье место и с такой игрой, как у Краснодара сейчас, с крыльями со Спартаком делать нечем. В общем, Краснодар никуда не выйдет. Да это ошибки, они их исправят. Вы, кажется, недооцениваете. Редбул по меркам Лиги Европы это суперклуб. Мне кажется, Редбул вполне способен выйти вместе с Краснодаром, например. Мне кажется, и ты в этом случае Краснодар недооцениваешь. То есть, Краснодар четвертое место займет, или что? Ну, шальки сильнее Краснодара. Редбул сильнее Краснодара. Редбул и Краснодар на одном уровне, мне кажется. Здесь интересно. А Ницца тоже на одном уровне с Краснодаром. Мне кажется, шальки прекрасно сольют эту Лигу Европы последними с займетами. Думаю, ну, Редбул с Краснодаром первое, второе место. Третья единица, четвертое шальки. Вот, я думаю. Просто шальки, смысл опять же сливать Лигу Европы. Ну, вот смысл какой есть. Потому что у них соперники хорошие. Но в чемпионате Германии и шальки все равно ничего не выиграет. Там Бавария, Барусия. А, кстати, куда Гарай перешел? Я что-то даже не знаю. Гарай пока неизвестно, куда перешел, но главное, что он перешел. Куда? Гарай перешел. Гарай перешел. Так, значит, смотрим мы на состав внимательно, на состав Ниццы. Что тут за люди играют? Ну, Данте, тот самый центральный защитник, который раньше в Баварии играл. Ну, Старпёр, 32 года, извините. Сергей Игнашевич, это Старпёр. Калешин в Краснодаре, 36 лет, это Старпёр. А Данте, что Старпёр-то? Еще, знаешь, молодой, бодренький, бразилец. Он сдает позиции быстро. А Игнашевич, он еще только жить начинает, на пенсию переходит. Да? Ну, у Данте, сколько бы возраст не было, у него хотя бы больше, чем Игнашевич. Он играл с такими тренерами, которые и близко со Слуцким не стояли. Я шучу, конечно. Возвращение не играл, а работал. Смотрите, Алассане Плея, довольно известный футболист, Валентина Иссерик, француз, из Сент-Этьена, это все люди, которые... Корея ушел в Валенсию, говорят. Валенсию, вот. Надеюсь, что не в Антонио Валенсию. Матьё Бадмир, то есть это люди достаточно опытные и в чемпионате Франции очень известные, поэтому я вам так скажу, что по составу я бы не сказал, что Ницца, там, аутсайдер этой группы. Краснодару будет тяжело. Да нет, ровная группа. И Зальцбург неплохо будет играть, кажется, с Краснодаром, и Ницца тоже, но Краснодар должен побеждать. Мне почему-то кажется, по своей игре именно. Как они вот играют там в пас, все дела вот эти. Ну что, посмотрим, но я бы, честно говоря, Краснодара выше третьего места бы не поставил. Но тут все еще зависит от формы, то есть как... От формы и отношения этих клубов к Лиге Европы, потому что как Краснодар... Я от этого тоже, да. Краснодар, понятное дело, который в чемпионате России ничего не выиграет, он будет, конечно, стараться... вообще все будет по-другому. Возможно, но в мае уже все будет потеряно, скорее всего, и там можно будет конкурировать за попадание в зону Лиги Чемпионов, но не за чемпионство уже, мне кажется. Хотя, в этом сезоне лидер как никогда сложный. Нужно будет посмотреть, если у Краснодара прямо начнет все получаться, вполне можно... Но вполне можно и Лигу Европы выиграть, и Чемпионат России. Все понятно. Да, это возможно. Чемпионат России с такой игрой, вот как они стартовали, мне кажется, не... Какая игра, не надо вообще на игру смотреть. Не вообще... Ну, с протоколом за ноль проиграть, это, конечно, жесть. Ну и что? Друзья, экспертное мнение, не надо на игру смотреть. Не надо. Не надо. Группа J. Достаточно посмотреть на результаты. Нет, у Фиорентины старая Логан, только я думаю, оно здесь чрезмерно увеличено. Фиорентина, Паок, Слован, Люберец, Либерец, как там правильно, и... Карабах. Так, у меня... Слован, Люберцы. Второй клуб из Азербайджана Златан Газманов говорит, а почему я принижаю наши клубы? А что, я их должен возвышать, что ли? Я не понимаю. Что значит, принижаю наши клубы? Что значит, принижаю наши клубы? Ты живешь в России, ты обязан ставить первое место. А, я должен ЦСКА первое место в группе Зенит первое место. То есть, ты не должен анализировать и правильно мыслить, ты должен ставить их на первое место. А что, не потрешили? Логика, конечно, убийственная, просто всех надо рвать, Краснодар. Но если, объективно, уровень немецкого чемпионата выше, Шальке, это примерно соответствует позиции Краснодара в немецком чемпионате. Кстати, Эмиль, очень интересный вопрос. Слован занял место Спартака, потому что они выиграли АЕ, как я понимаю, и прошли в Лигу Европы. Вот какая группа была, если бы был здесь Спартак вместо Слована? Мечты, мечты. Нет, но все равно интересно же так посмотреть. Тут и Паок, и Ферентина. Ну, Карабах. Ну и Спартак бы занял тут третье место или четвертое. Второе. После Виорентинка, думаешь? Да. Ну, Паок, что это? Прям сильная команда. Что, по поводу Спартака? Ну, по поводу всего, вообще группа Джей, как тебе? и смог бы Спартак, если бы был вместо Слована, занять здесь второе место и выйти из группы. Ну, теоретически мог бы, но это было бы, наверное, очень потно, потому что Паок, я думаю, что нагрызнулся в и не раз. Шарики даже сильнее. Ну, это даже не обсуждается. Да, я тоже так думаю. А вдруг Спартак бы Ферентино обыграл? Все может быть. Не знаю, Ферентино это тоже такой клуб, которому ничего не светит, и он будет цепляться за Лиги Европы, за другие премии и прочее. причем, в Лиге Европы у Ферентино, в принципе, шансы могут быть очень даже высокими, потому что, как раз таки, призовые в чемпионате Италии ниже, чем в Англии, они будут больше не на позицию в чемпионате ориентироваться, а на возможность выиграть какой-никакой, но трофей. Ну, а что касается этой группы, то здесь, ну, если убрать Спартак теперь уже и говорить про Слован, про Карабах, про Паук, Ферентино, вот как? У Карабаха есть отличные шансы на второе место. Да, мне кажется, здесь Паук, Слован и Карабах не сильно отличаются по уровню. Но Паук все-таки как-то приоритетнее, Он более на слуху, но это не всегда оказывается, знаешь, тем фактором, который является ключевым в таких группах. Поэтому тут тоже Ферентино первое, я думаю, все поставят ее на первое место. Как оно будет, на самом деле, непонятно, но то, что на втором может оказаться любая из трех команд, это, мне кажется, так. Хорошо, переходим к группе К, здесь группа достаточно серьезная, здесь и Интер, и Спарта, и Саут Гемптон, и Хапаэль. Мне кажется, Хапаэль уже плачет, потому что тут как-то вообще все очень плохо. Да, Саут Гемптон, как английская команда, которая больше интересен внутренний чемпионат, может схалтурить, схалявить, поэтому Интер выходит с первого места, например, а Саут Гемптон только со второго, либо же Спарта со второго. Да, ты шутишь, что ли? Я думаю, что Саут Гемптон максимум третье место займет. Почему ты так думаешь? Ну, потому что им, ну, им действительно ничего не светит в Лиге Европе, а вот занять повыше место в чемпионате им сейчас очень нужно, тем более, что они сейчас очень плохо стартанули в ПЛ, и как бы им вообще не вылететь нахер. Поэтому лучше они все силы будут бросать на чемпионат, чем на эту Лигу Европы. Вылететь, не вылететь, но смотри, все равно Спарта, ты думаешь... Ну, почему не от Спарта в Чехии один из лидеров? Мне кажется, Спарта в Таван. Интер, ну, Интер, хоть сейчас и довольно такой слабенький клуб, то есть не показывает того футбола, который был раньше, но, блин, все равно, если уж убирать среди всех вот этих клубов, то Интер будет поинтереснее. Хочется за Интеру дать. Интеру тоже ничего не светит в Италии, он может свободно побороться за Кубу. ты недооценивай, подожди. У Интера, мне кажется, очень большие задачи. Они сейчас... какие-то, Сашули, ты хоть состав Интера видел-то вообще? Да, они сейчас недавно буквально купили. Сейчас я открою вам состав Интера. Давай, чемпионат мне кажется, чемпионат Европейцы лежал у Марио. Супер, последние результаты, посмотри, Габрела, Барбосу они купили. Барбос купили, ты последние результаты Интера посмотри, чемпионат Италии, как они играют. Зачем они обновились очень сильно? А мы, если последний матч, только смотрите. Грозно, грозно выглядит состав Интера. Я думаю, вообще не стоит с ним вредно прошлые результаты. Бонега к ним перешел, пожалуйста, чтобы плановый игрок. Бонега, как бы, последнее время из клуба Куб прыгает и нигде не может найти себе место, потому что у него не получается, ни там, не тут. Ну а Кандреева тебя не устраивает? Антонио Кандреева. Сейчас на пике. Ну что, опять же, пока вот по последним результатам Кандреева что-то не тащит. Кандагбия, но по составу, сумасшедший состав у Интера для Лиги Европы. По именам у Интера всегда был сумасшедший состав, однако последние годы что-то он как-то не тащит. Ну что ты думаешь, с ХПЛ не справится этот состав или с не мотивированным Саутгемтоном? С ХПЛ справится, а с Саутгемтоном не будет играть и сам говоришь. Вот мне Даша к нам пришла привет Даша, что ты думаешь по поводу перспектив Саутгемтона в Лиге Европы и действительно ли он будет сливать, как говорят все. А ну, Даша ответит там в часике, наверное. Понятное дело, что я же не говорю, что Интер проиграет, я говорю, что он как раз первое место и выйдет. В чем проблема-то, я не пойму. Ну, ты говоришь, что он турнир не сможет выиграть. Я говорю, что он в Чемпионате Италии ничего не сможет, а что он против Ивенса, что-то, что-то, причем если Лига Европы, в Лиге Европы в перспективе он, конечно, не выиграет. В Лаге тоже из группы выйти может, там, дойти до полфинала может выйти, он у него выиграет, он не выиграет. С кем он там соперничает будет? Это условно Вилья Реал, который, который ждет в финал, скорее всего, ну, примерно, приблизительно. Это, возможно, Манчестер Юнайтед, который в финал попадет или же, ну, ты же сказал, Манчестер и надо сливать будут. Ну, и что-то, они даже с дублерами могут дойти до финала свободно. Запрямь, дублер. Если там дублер Рашфорд, который забивает в каждом матче, ну, блин, я не знаю, что тут говорить тогда. Ну, хорошо, с этой группой разобрались, у нас Тимофей 2004 или 200004, спасибо за фуллинг. Ну, Дашу про Сотгентон спросили, но она пишет про Интер, что хорошее усиление у команды, они вполне на второе место могут претендовать в Виталии. В чем здесь усиление-то? Я согласен, они могут даже на первое претендовать, потому что у Интера не получится вообще Интер чемпионов. Вы забываете про Рому, вы забываете про Наполе, но эти команды явно будут занимать первые там... Но Наполе потерял Игуаина. Да ты видел, как Милик сыграл вчера против Милана? Дубль уже оформил. Что значит потерял Игуаина, но он обрел другого форума. В Италии очень интересный чемпионат в этом году. Вчера Милик играл против Милана и Интер, Наполе, Милан. Милик сделал тубль, 3-2 победила Наполе. Хороший матч был вполне хорошо играли. Опять же, только разгон чемпионата. Ну, блин, 4-2. Ну, 4-2, там просто последний минут не стал смотреть там, что так уж все ясно было. Может, четвертый в конце забили, я уж не керва знает. Главное, что Милик дубль забил. Говорят, нет нападающих. Как нету, есть? Ну, что ж, хорошо. Даш пишет, что Саутгемптон легко преодолевал потерю лидеров, но сейчас все плохо у них и Европа отдельная нагрузка. Короче, перспективы не очень. Ну, то бишь, не выйдет Саутгемптон с группы Кей. В группе Эль у нас Вильериал, Стиаула, Цурих и Османлый Спор. Я сомневаюсь, что мы все здесь специалисты по Османлый Спору, но... А что это вообще за команда? Я тут, я думаю, турецкая какая-то. Ну, это скорее всего турецкая есть. Башкирская, походу. Да, Башкирская вышла из чемпионата Республики Штарстан. Нет, ну, в этой группе все, мне кажется, тоже достаточно понятно. Вильериал это 100% первое место, второе, либо Стиау, либо Цурих, ну и четвертое Османлый Спор. Не верит Максим в Османлый Спор. Давайте, ради интереса я на трансфер-маркете. Жедруна с Корчимарска сыграет. Представляете? О! Жедруна с Корчимарска. Все, первое место. Это легенда эстонского футбола? В смысле, он литовец, легенда Динамо. Да, вообще. Осман, Осман, Османлый Спор, вот, нашлась эта команда. Друзья, ну, я вам так скажу, тут, видимо, турецкие какие-то все-таки звезды есть, потому как стоимость некоторых игроков до 3 миллионов доходит. Есть нигерийцы, Амину Умар, Шейк Диабате, форвард камерунский, то есть много достаточно африканцев. Первый бок, который с ТО за сборную камерунной играет кучу лет уже. Ну, то бишь, да, можно, конечно, посмеяться над названием этой команды, но все-таки, ну, есть люди какие-то. Не случайно же они пробились в Лигу Европы. Значит, эта команда может, там уже Цюриху. Но они же как-то пробились в Лигу Европы через кубок, скорее всего. Значит, они что-то выиграли. Не могли же они просто так в Лигу Европу попасть? Ну, у Цюриха был Кержаков. Ну, все, да, Кержаков это прям буст. Ну, конечно, если команда из Швейцарской высшей лиги вылетела, значит, они пропустили выше себя этот Вадут. Ну, я думаю, нет, Цюриху ничего не светит, явно. Матч Краснодара с Локом мы еще пока не обсуждали. Тиауа второе место, первый в Лиге Риал. Мы даже АПЛ очень обсуждали, да, Шулька? Да, так что всему свое время, и сейчас мы закончили как раз обсуждать Лигу Европы, но перспективы у наших команд здесь, конечно, больше, чем в Лиге Чемпионов, но все равно они достаточно, достаточно печальны. Да нет, почему Зенит может побороться, в принципе, за Бабби. Ну как, если они настроят игру, если у них форма, конечно, изменится со временем, если они уже тактику обретут какую-то, определенный стиль игры, то могут побороться. С учетом того, как команда Мирча Луческо прошлая играла, как Шахтер играл. Ну и сейчас, друзья, наверное, наверное, мы перейдем к чемпионату какому лучше, России или Англии? Россия сначала, потом Англия. Ну, друзья, Россия самый интересный, наверное, самое, ну, помимо Юрия Семина, и про Юрия Павловича мы еще поговорим, мы перейдем, друзья, вот сюда. И, конечно, Маурисио, это сейчас самый обсуждаемый человек российского футбола, конкретно сегодня, потому что он перешел в самую обсуждаемую команду российского футбола, то бишь, московский Спартак. Про Маурисио известно нам не так уж много. Даже первый раз слышу, кто это вообще такой, почему ты ушел сюда. Защитник. Сашуля, твоя осведомленность, конечно, поражает. Я сегодня спал, случайно уснул, еще не в курсе, что происходит. человек, который сидел, как я понимаю, на скамейке в Лацео, либо имеет проблемы с травмами, судя по тому, что, скажем так, он 15 матчей всего провел. А нет, он играл, он играл, он играл, нет, все понятно, он в спортинге, в спортинге провел часть сезона, потом перешел в Лацео, но судя по всему, там у него что-то как-то. А что, Кутепов не будет играть на скамейке? Спартак что сейчас делает? Они правильно делают. Во-первых, бюджет не особо высокий, как я понимаю, потому что подписывают они тех игроков, которых, ну, можно сказать, сдают, так скажем, все, типа, вот они уходят, либо у них контракты заканчиваются, либо они уходят. То есть не за высокую стоимость они покупают игроков. Смотри, Максим, ну тебе не напоминает Маурисио Сердара Таске, потому что, ну, тоже какой-то вот... Я единственное, что знаю про Маурисио, это то, что у него охерительная просто карточка FIFA 16. Ну все, ну все. Нет, ну реально топовая карточка. Все, аналитика ссу бывает. Про его игру я вообще ничего не знаю, ничего не слышал про него до этого, именно как в плане футболиста, реально, да, про его навыки тоже не слышал, поэтому я не знаю, это кот в мешке. Златан Газманов гениально сказал, Спартака куча защитников, нахер он нужен. Какая куча защитников? Таске надо продавать скоро уже, прям вот сейчас. И брать Маурисио, мне кажется... Таске же считает себя игроком уровня Баварии, когда Таске перешел в Баварию. Таске игрок осмоглый спор, мне кажется. Да, подождите, а куча защитников это кто? Вот именно, кто? Златан Газманов. И все, иди ты защитник. Кутепов гений. Это все дублеры максимум, не больные. Кутепов дублер? Конечно дублер. Ну, какой дублер? Приверок основного создания. То, что он сейчас играет в основе, это не значит, что он... Игрок сборной России считает. Максим, Максим, ну теперь Кутепов сядет на лавку. Теперь он сядет на лавку. Ну, как он не сядет? Если будет Маурисио, если будет Бакетти, то что они... играть в пять защитников. Да, ну конечно. Они, легионеры же не купят запас тебе садить. Но если покупают Маурисио, значит он будет играть. Причем Кутепов при схеме в пять защитников очень даже неплохо смотрелся, я тебе скажу. Всех подстраховывал и никогда не ошибался. Ну, все понятно с Максимом. Это мнение, мне кажется, вообще лучше не затрагивать. Леха, твое мнение. Кутепова и Пуцкотом всяких выставлять там на первый план. Но надо быть объективным. Это игроки, которые могут играть в Спартаке 2 в НЛ. Вот они там могут играть. Это не уровень победителя. Стартовый состав Спартака. А причем, понятное дело, что он в старте сейчас играет, потому что просто-напросто больше нет других вариантов. из Тоски. Можно было Тоски поставить. Тоски еще хуже. Кто-то сказал Тоски лучше. Гранат есть, не забывайте. Гранат. Можно было, да, Владимир Гранат поставить. То, как играл Владимир Гранат, мне кажется, его даже в Спартак 2 ставить. Да, я вот тоже. Того же мнения. Я не знаю, почему вы считаете, что Тоски и Гранат это прям какие-то защитники. Они еще хуже на самом деле. Ну, Тоски имеет проблемы с травмами. А центральный защитник, который имеет проблемы с травмами, это уже, знаете, сыграность как важна. Пропустит центральный защитник. Я считаю, что это тем лучше пропустить, иначе Максим сейчас опять начнет хернику. Ну, хорошо, Лёха. Серьезно, на самом деле, Тепов это игрок стартового состава. Тут вообще должно быть без вопросов. Максим, Максим, Максим. Забудь о таком человеке. Фамилию может вычеркнуть. Это ничего неизвестно. Он за свою карьеру, вот сейчас, которую он играет в Спартаке не на позиции опорника, а на позиции центрального защитника. Он ни разу серьезно не ошибся. Ну, да, да. Вообще ни разу. Нет, ну хорошо, Максим, мы тебя услышали. Лёха, твоё мнение по поводу приобретения Маурисио, как он тебе? Это усиление для Спартака, или очередная такая сомнительная покупка? Очередная сомнительная покупка. Но тренер из Италии, а Маурисио пришел из Италии. Возможно, он что-то знает про это. То, что он с ним знаком, возможно, да, но, не знаю, я как-то рассматриваю Маурисио на примере тоски такого же. То есть, как бы, ну, вроде шумиха есть, а на самом деле ничего особого не произойдет. Да, но может быть, Сальвадоро Бакити раскроется. Все-таки человек тоже играл в Италии. Обратите внимание на чатик. Все хотят только тихо. Единственное, 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 да похеру, единственный плюс, единственный плюс, то, что Маурисио и Бакити будут разговаривать на одном языке. Потому что Маурисио все-таки играет в Италии уже. Вот я и говорю, взаимопонимание. Да, единственный плюс, что может сыграть. Нет, это не плюс. Лех, потому что Бакити, он, он, знает, чуть-чуть русский, то есть, у него жена даже русская, если что-то так. И он говорит с Кутимом, без проблем. Мне кажется, они уже сыгрались. И менять посередине сезона защитников центральных, наигранных, просто не имеет смысла. Понимаешь, сейчас Спартак пока еще не имел ни одного серьезного соперника. Вы не забываете, что... Краснодар, это не серьезный соперник, при том, что тренер поменялся. Нет, это не серьезный соперник. Это серьезный соперник, я тебе скажу. При том, что они ни разу не проиграли со старта чемпионата. Все, ладно, Максим, у тебя предоставлено меня. Не забывайте, что у Спартака еще Фернандо, Бакетти и Мауриси, они будут втроем там внутри. И Кутепов там просто нахер не нужен в этом треугольнике. Нет, нет, нет. Ну, Кутепов, мне кажется, он станет чем-то вроде Виктора Васина в ЦСКА времен Березусского-Игнашевича. То есть... Виктор Васин, по-моему, меньше играл. Виктор... Вот и Кутепов будет играть так же, как Виктор Васин, потому что в основе он явно играть будет только в случае травм либо Бакетти, либо... Да нет, ни в коем случае. Давайте пройдем цены. А тут у нас Кутепова регионера, да? Он вообще не оценивает реалистичность. Ну, как Кутепова можно назвать защитником основного состава команды, претендующие на золотые медали? Это просто смешно. Кутепов... Просто, блядь... Кутепов это максимум в ФНЛ. Вот просто реально. В ФНЛ. Черчесов дурак, что ли, в сборную вызывать, если он в ФНЛ? Вот именно. Это был приезд. Причем здесь... Черчесов, понятное дело, почему... На чем основываешься? Я не понимаю просто, человек, вышел в старте, с прошлой суммой неотой группы ошибки не допустал. Я сейчас с Сашурой отвечаю, который задал вопрос. Да, да. Как бы Черчесов, понятное дело, почему сейчас старается вызвать как можно больше людей, ну, которые раньше не были вызваны. Ну, потому что сейчас была не так давно шумиха по поводу распуска команды, типа, давайте, набирайте новый состав. Естественно, Черчесову приходится набирать тех, кого не было, чтобы показать, что вот... Кутепова. Замечательно просто. Он много того вызовет еще из неизвестных людей нам. Это неизвестный человек. Опять же, он же их вызывает не на чемпионат мира. Он сейчас покажет то, что эти люди не готовы играть в сборную России. Он покажет на примере там отборочных, 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 тоже завершал сборную карьеру и ничего. Как бы вернулся. Не, ну я тебе просто серьезно говорю, никаких объективных причин говорить, что Кутепов плохой игрок в данный момент просто нет. Он ничего такого не делает. Нет, ну хорошо, я не могу сказать, что Кутепов плохой, но просто если покупают иностранцы, значит иностранцы будут играть. А почему вы думаете, что Бакетти будет играть? Он... Он очень часто сидел в запасе. Есть в Спартаке. Да, он в запасе вышел. Если бы Тоскин не травмировался, он бы и не вышел на тот матч с Краснодаром. Кстати, друзья, ну давайте... Между прочим, Бакетти... Тоски поставили не вместо Кутепова, а вместо Бакетти, прошу заметить. Да, но прошу заметить, что вышел Бакетти и сделал гол. Он не сделал гол. Уважаемый друзья, ну хорошо. Ну, понимаете, что неонова забил, но он имел место быть в том самом моменте. Ну да, это отдельно взятый матч, но видимо, видимо, Карери он не нравится или что-то еще. Вот там, что он был старцем, потому что Максим начинает, я полностью согласен. Ну, друзья, давайте сейчас не будем уже о Спартаке. Я понимаю, что тяжело отвлечься от этой темы. Сегодня у нас матч еще Анжи-Спартак, мы затронем, возможно, московский Спартак. Нет, Эмилия, ты скажи, что я такого сказал? То есть, я говорю, так как есть по факту. Ты ничего такого не сказал, но просто... По факту, Максим, это когда Кутепов занимает там, лидирующий список защитников, ну, не у тебя в главе, а именно на бумаге. оценка на ВУСКОР. На бумаге. За него... И там у него средний балл есть. За него стоит ценник в 30 миллионов, и его хочет купить какой-нибудь условный Манчестер Найдет. Вот это факт. А пока Кутеповым никто не интересуется, и он играет там... с меркам российского футбола. С меркам российского футбола. С его даже в России никто не интересуется, понимаешь? Даже с российским паспортом он нахер никому не нужен. Хорошо, друзья. Да сейчас любой клубку тепл... Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Уже с подарок. Любовь, я тебе сто процентов говорю. Ванжи у нас перешел Габриэль Абертан и Театэ. Вот давайте другие трансферы у нас же не только Спартак есть. Вот Абертан, игрок в прошлом Манчестер Юнайтед. Ну, это нахер. Ну, в далеком прошлом, да. Был молодым перспективным при Фергусоне, но сейчас то, что мы видим, ну, да, достаточно скоростной игрок, но абсолютно даже в ФМе здесь показано, насколько у него... Кстати, похож на отбеленного Барака Обаму чем-то на этой фотографии в ФМе. И причем у него такая забавная шишечка на голове. Не то, что шишечка, а вот форма головы именно как будто такая пирамида. У Михаэля Сильвестр такая была. Да, но Михаэль Сильвестр был все-таки... Ну, кстати, чем-то похож. Он тоже француз. Ну, правда, Сильвестр играл в Центре обороны, но этот... Прямо у него, видите, вот прям пирамида. Если сейчас с пирамидами, то возможно, что пирамиду кто-то увидит даже вот в этой макушке Габриэля Абертана. Но посмотрите на Габриэля Абертана. Шутки про хованство. Посмотрите на Габриэля Абертана, абсолютно звезда. Смешно. Смотрите, у него психологии отсутствуют вообще. То есть, для игрока какого-то более-менее топового уровня Габриэля Абертана ну, совершенно не какущий. При этом, техника у него ну, на уровне, знаете, какого-нибудь Игнатьева, Яковлева, ну, то есть, российского среднего игрока в FFM. Опять же, я еще раз говорю, это не обязательно так оно есть в жизни. В жизни, возможно, он поле этих ежей. Он очень травмируемый. Посмотри, у него, кстати, скрытые характеристики. Да, давайте посмотрим скрытые характеристики. Склонность к травмам всего лишь 6. Нет? Нет. Ну, значит, нормально, значит, будет носиться. Здесь будет носиться. Ну, у него, видишь, именно физика очень хорошая, то бишь, он может там ускоряться. Ради этого выбрали, кстати. Да, возможно, что так и есть. Ну, самый Шейк Театэ, на самом деле. Он неплохой опорник, именно физически развитый. Мы вот тоже ванжи перенесем перенесем Абертана. Так, и сейчас найдем Шейк Театэ. Царевна звезда, я переслужил. Слуговик Утепова, бля. Царевна звезда, я пиздовал. Шутка про царевну звезду, это еще... И Кутепова. Вместе. Понимаешь, это два в одном просто. Не два в одном, а одно в одном, потому что Кутепов гениальный футболист, мне кажется, в любом расистском поле. Не упоминайте Кутепова, пожалуйста, я к чатику обращаюсь. Я вообще сейчас Банхаммер достану и буду вбанить за любое упоминание Кутепова. Знаете, как бы как красной тряпкой дразнить, вы знаете, что Максим на стриме и все равно Кутепов. Кутепов я этого и боюсь. Так что давайте немножко будем отходить от этой темы. Тем более, Шейх Тиатэ прекрасный по скиллам в ФМ прекрасный. С ним Ньюкасл правда вылетел. И ну, конечно, если брать Тиатэ из ФМа, то это для чемпионата России вообще топовый игрок. То есть игрочище. У него и физика идеальная, и классно психологически человек готов. Да, готов вылетать. вот прям видно по нему вылетит. Киатэ сдулся, по-моему, когда еще получил травму в Ньюкасле и те статы, то, что ты сейчас смотришь в ФМе, ну, понедельно, что они у него остались. Но если сейчас объективно давать им оценку, они, конечно, уже не такие веселые, как у тебя сейчас на картинке. Ну, наверняка, прежде всего психологически. Ну, понедельно, что он хороший, добротный игрок для уровня чемпионата России. Но, блин, я бы не стал говорить о том, что вот, типа, он пришел и все, пиздец, заиграет Анжи. А со Спартаком он не сыграет? Ну, вот, в сегодняшнем матче еще нет. Я не знаю, как он заявлен, не заявлен. Нет, по-моему, говорят, что он вообще еще не пришел даже в Анжи. Ну, я думаю, что он тренировки будет прогуливать еще так. Нет, ну, то есть он как бы только в перспективе, я так понимаю, в стадии подписания контракта. Ну, в любом случае... Ильичи, говорят, пришел туда, в Анжи. Ильичич. Ну, это человек из Гамбурга, который играл там, точнее. Так. Или... 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 Чич. Чи-чи-чи-чи-чич. Или Чич. Это который Йосип Илиичич или Златко Илиичич? Какой Ильичич? Это Йосип, которое. Йосип Ильичич. Ну, посмотрите, как Анжи-то усиливается. Макс, вот, не может ответить, что плеймейкер взяли просто но он я бы не сказал что он хорош он ничем особо мне отличился не там по моему другой посмотри в гамбурге его бы не потянули просто смотри в гамбурге именно есть там или какой-то по моему да там другой давай посмотрим возможно какой-нибудь есть но здесь почему-то никаких и не наблюдается и столько с пахи ч у меня должен быть или чуть видимо не подгружен может быть да он как бы может быть не подгружен не про есть ильичевич может быть ильичевич они ильич ильичевич его ильич и пошло все может и витсу лишь здравка травка ильичи говорят короче я помню что он играл в гамбурге сладко ильич здравка его его что с выносливостью вообще один тайм отбегает но нет футболист не того уровня смотри даже человек призывался в гамбург 2 играть три матча там сыграл и там даже не забил не уровень он поумнее обертана поумнее обертана но при этом и более дух вы чем обертан так что я по поводу выносливости ну я бы не стал бы кафе ему там не факт что у меня на самом деле такая выносливость и такое но как бы даже по статистике если судить но игрок ничего такого особого не делал ничего не добивалась будем смотреть как дебютируют новички анжи но и сейчас перейдем к туру чемпионата россии который у нас сейчас проходят крылья советов уфа я смотрел этот матч я думаю что никто из вас не смотрел больше этот матч да я не буду баня всех кто пишет слова кутебов сейчас будет будет просто банк по слову гениально а я буду разваливать как развлечь оброшу ли на весь день пишите в чате кутебов один будет банить другой разбанить модератор заработать хорошо уфа крылья советов мне что мне понравилось во первых первая победа гончаренко в чемпионате россии свой очень приятно очень здорово по заменам сработал гончаренко конечно были моменты у крылья советов когда их игроки просто били в штанге и могли крылья побеждать в этом матче но уфе должно было когда-то повезти уфе наконец-то повезло уфа на 12 месте теперь и опережается локомотив локомотив чуть позже вернемся а вот матч оленбург рубин тоже хочется о нем поговорить отдельно потому как рубин подвергся обструкции болельщиков с рубином не понимают что происходит рубин команда вот в чем причина неудачи рубина на ваш взгляд мне кажется ну просто много новичков одновременно пришли в команду и у них значит недопонимание несыгранность какие-то какие-то сильнейшие новички толком они играют где сонку надежно что-то не могут ли сделать не могут да то есть а сон почему не играет но один матч сыграл а потом я не знаю кто играл у рубина составе значит против против оренбурга морец бауэр играл карлос сампрано играл сергей санчес играл бергстрим играл а самуэль гарсия играл рубин рачино играл ну то бишь в принципе состав гораздо сильнее будем объективные чем у оренбурга на биоле даже какой матч не играет ух надо уходить на биоле на карске был я бы его в уфе больше хотел видеть такой игрок нужен катарский был но он ценился и хорошо ценился могли наверное купить и не зенит какой-нибудь вполне могу ну хорошо в любом случае давайте посмотрим владимир полу яхтов александр коцалапов который в уфе играл из рук он плохо что это такое эти люди вот наравне действует с арбина в чем проблема как вы думаете ребята лёха ну видимо тут составу оренбурга не очень обновился они еще помнят как выигрывали чемпионат фнл рубин не понимает как вообще ему играть кто эти люди все на поле как же исполнительское мастерство ведь только на 90 минуте удалось уйти от поражения в матче с оренбург оренбург первый гол забил свой тем не менее но и сделать дмитрий ефремов тот самый из цска до который рубин сам по себе сейчас лихорадочно играет там неважно оренбург у него соперника было или зенит какой-нибудь или там спартак они сейчас так и будут дальше играть пока что ближайшее время потому что новый тренер который пока не понимает вообще как поставить игру с теми игроками которые есть вот и все бреха но ты перед началом сезона отдавал рубину потому что опять же трансферы трансферы да ну придет ли стенка да его все таки допустят до игры придет там еще границ тонк будет все всеми всеми этими трансферами вместе начнут играть я думаю что грасси уже сможет поставить игру команде соответственно принял что уже первое место не не займут так как уже очень много очков потеряно но они не проиграли ни одной игры опять же стоит на рубин они провел пять матчей и набрал три очка как они не проиграли не игры разве проиграли они кому-то давай посмотрим чтобы быть чтобы не быть голосом я просто не открою не помню так да проиграли два матча 300 ничью внутри у них матчей я думал блин ладно уступили анжи и уступили тульскому арсеналу в гостях ночь надо умудрить ну по большому счету есть и соперники слабые амкар тульский арсенал анжи оренбург и с этими командами рубин не может одержать победу это ведь с таким-то составом это какой там какая разница новый тренер не новый тренер все равно ну а уж первую победу одержать рубин был обязан поэтому такая обструкция со стороны фанатов тоже можно понять блин опять же неизвестно что творится внутри команды мы же не можем знать все опять же может быть не хотят может им не нравится этот тренер может еще хорошо в прошлом сезоне тоже какой был отвратительный старт рубина они пришли на последнем месте с били лединовым это же какой-то вот может быть проклятие какое-то наказание лежит что они не могут стартовать у них вот проблема не знаю я я жду пока рубин полностью как говорится всех вот кого заявит точнее всех кого купил себе заявит и сможет уже полностью выстроить основной состав тогда уже буду смотреть группа к нет этих игроков соответственно чего там ждать пока нечего хорошо далее следующий матч а вдруг руководство рубина сойдет с ума и возьмет уволит там после пятого тура но игроки никуда не денутся но игроки станции просто не будут играть не подожди руководство извини меня тоже не дебил они все-таки большие деньги отдали за того же нет ну я очень сомневаюсь в этом то что люди в таком бизнесе они знают что они делают и как бы за ними зарплату у них как огромные они не не будут сидеть на скамейке потому что это будет огромный минус так у когда люди чуть-чуть лениться они возрают не каждая них за не использованную замену допустим там в пунктах в контрактах очень огромные деньги стоят особенно у основных игроков то есть попробуй не выпусти и попробуй там в основу не поставь это все это большой а если не будет получаться вот сколько вообще выдачу не дату скорее доверия каков угрозе по твоему спасибо за фолин головкин 777 и вот кстати говоря смогу джениус пишет как болельщик рубина считает что со временем как заявит листья на пройдут травмы там у людей и в итоге будет рубин в декабре рубин на последнем месте будет идти и чё буду ждать мне кажется до зимнего перерыва графию трогать не буду в любом случае я у кого вместо график брать некого если мне кажется в любом случае зимнего перерыва рубин ситуацию как же дмитрий оленичев ну есть берды и в конце как вот я разбирал вот я не хотел брать бакс потому что у него все вот на тему спартака оленичев как он все на тему спорта просто что оленичев сейчас специально не забывайте не курбан на языке несколько но при этом не умеет тренировать раз карпин вообще мурой и и куча этих испанцев мне кажется отлично вылетел и здесь тоже хорошо танцы искан очередной раз обнажились проблема цска в атаке 0-1 столью что это та же самая проблема с форвардами или здесь есть еще более глубокая вещь забил еременко на 54 минуте у томи было удаление удалили пугина хотя и в конце матча но все равно это опасно удалять буковку т перепутать с буковкой г и тогда да будет точно опасно но в чем же проблема тонь так хороша или циск а так плохо кому вопрос алексей сергей еще раз тогда тонь так тонь так хороша ли циск а так плохо мачество я думаю что циск а плох и если перспективы без приобретения без трансферов нет ну есть конечно если как говорится с узкий немного изменит свою тактику то есть начнем начнет понимать что надо по-другому играть всеми игроками которые у него на данном моменте что уже пытается стран другая состав понимая как бы игроки то неплохие я же не говорю что они играть не умеют и там тот же трубе если его правильно использовать он будет хорошо играть что принципе он уже доказывал в той же пионтов кубани мастер гордюшенко мне если ничего не поменяется да конечно же нет то что как бы там уходит 5 загой его выставить равно ничего не изменит астимер гордюшенко сказал что победа на дымю придаст нам уверенность молодой человек собирается манчестер юнайдет но в любом случае циска сейчас с трудом получилось одолеть том я думаю что с манчестер будет чуть посложнее тем более марио фернандес получил травму кем менять на бабкина выпускать и на бабкин не смог не ну на бабкин на уровень чемпионата россии вполне почему нет ни но если бы марио фернандес получил бы травму например на полгода то все бы припомнили что вот так караваеват вы продали да нет можно так ничего страшного на бабкина на свободно ротировать и того же фернандеса там еще никого но любой непонятной ситуации ратируйте на бабкин ратирует если получится травма там кто-нибудь в армалом то будет жопу тут даже больше не в защите же проблемам циска именно в атакующих действий у них нету мысли никакой но нужен форвард ну либо лего меня тактику либо форварда ну что будем следить за ленингом чем с луцким что он сделает форварда изменить тактику и возможно решать 9 у них играл ионов до иона сыграл нападающим ну вот есть трамберг есть тут рур и хорошо не очень возможно считают что вот у нас доступен форварда куда уж больше зенит зенит с обыграл amcar 30 жулиана оформил дубль вот так все у них хорошо кто-нибудь смотрел за нас игру зенит amcar нет amcar я видел только счет и смотреть такой матч понятное дело что зенит даже в самой плохой форме все равно будет жулиан забирать забирать три очка вам горит если если вам движги amcar идет на четвертом месте выше зенита но блин но все равно смешно все же прекрасно понимать что такое amcar amcar это не уровень то есть это команда которая теряла а во вторых amcar это та команда которая все равно в конце чемпионата будет бороться за выживать не но amcar а чума просто составе чума они не вот это я называю усиление коренной норвежец может быть викинг и просто прям вам торрят и брайан и должен играть и он брайан и доброго наверно а вон украину играть русский негр друзья брайан и доу чума они не вытого все скорую и доу вообще левым полу защитником поставим и дому есть вообще знаете вот у него же выражение лица просто россиянина он именно вот не случайно да он именно россиянин у меня другого гражданства именно наш и видно по нему прям полицию своего родного клуба зенит вот такой вот прям наш человек а чума поиграл за дублям как-то смотрите ошарашенно смотрит и такой знаете типа чё россия чё это как это вообще то есть видно что человек немножко не нашего менталитета брайан и доу это наши к нему подойдут гопари он найдет что им ответить подворотни в темный тем более в темный подворотни у него будет шанс просто от них скрыться закрыв глаза элементарный перестав улыбаться поэтому я вот смотрю даже на запас зенита прям удивляюсь откуда в них столько игроков запасе так а вот и макси и ты мауриси и ризанцу джеков зенит логер джорджевич импонирует больше чем цска потому что глубокая скамейка люблю когда команды ратирует это больше игроков играет но это же здорово вот вам кар не нравится конечно фигура агуда то есть просто команда классная вам не знаю побед 30 дом карм я бы не стал выживание бороться когда-то мы играли им будет надо да тоже могу вспомнить очень быстрый хороший игрок но вообще серьезно то есть зенит ну правда потерять разгорая тема кем заменить горая это конечно вопрос откуда вообще это взяли ушел варень 3 да не ушел никуда уже все там еще и че я тебе буду искать не может гугли что набрать гора и валенсия не поймут набрать гора и в мю гора идет и видел никакой официальной информации насчет гора и вали я тоже кстати это бред полный это надо смотреть на чтобы есть только предположение все то что или вы орлову доверяете который сказал что вот пока эта информация есть в любом случае друзья в любом случае зенит как мне кажется вот этой победой 3-0 уже внушил уверенность и себе самим и своим болельщикам что команда конечно возвращается да не вернется она пока никуда в центре обороны и лучше на это может сыграть посмотрим но там нет останется сломберца с кем они следующем играет зенит с кем играет с тульским арсеналом закрепит дальше с рубином будет интересно как там рубин и своего крутого пике выйдет и как будет зенит выглядеть в любом случае хорошо идем дальше у нас урал и арсенал тулов 0 0 2 часа вы был скучнейший просто мать и даже не буду спрашивать смотрели вы его или нет это заметь смотреть зрителей 0 вообще даже зрители не было даже на оренбург рубин и накрыли совету фуфа собрались люди а на урал и тульский арсенал вообще ни одного человека не пришло ни одного гола не было забито был ли вообще этот матч шишуков друзья выполняет роль тормоза или все браун форбс который вообще непонятно как говорят они играют у них меркулов бахнул по диагон не знаю что он бахнул есть роман емельянов которого сборную вроде вызвали хорошо тут самое интересное друзья бахнул то меркулов перед перерывом бахнул сборный по литр голу попадет 25 метров бахнул можете себе представить как это вообще бахнуть с 25 метров это какими-то либо длиннющими руками либо скоростью выпить и 25 метров прибежать в этом смысле меркул какая позиция давайте посмотрим а меркулов меркулов где это еще и крайне защитник это колоров новые понимаете играет в урале а вот вы смеетесь там танцев стал играть в атаке что это за бред нас обычно и причем танцев эти вот так хреново играет атаки что бахать приходится меркулов вы можете посудить сами матч интересный я беру свои слова назад супер игра шашуков во втором тайме будет выполнять роль тормоза тесака играет фримпонг играет в запасе фримпонг видимо в запасе это просто знаете вместе с горбанцом и горбатенко просто с горной инвалидом запас на самом деле интереснее чем основа у одного фримпонг в запасе у другого павлюченко в запасе интереснее чем запас цеска да так что друзья ну серьезно скамейки лучше и у урала и у тульского арсенала вот это я понимаю наш футбол а значит и ни одного зрителя все равно не присутствует еще не подошли видимо все чтобы посчитать всех 200 человек которые собрались на скб банк арене об этом замечательный день да так играет опасная команда насчет предстоящий игр краснодар локомотив и локомотив вернулся друзья кто бы вы думали юрий павлович семян со своей шапочкой первой игре понятное дело что он ничего не показывает надо же было не только против команды тренировки провести краснодар может быть на кураже получится обыграть несколько дней назад и он еще не успел с команды ничего сделать он говорит у каррера получилось каррера за меня не первый день в спартаке да он тренер защитников что с него локомотива 4 матча 4 ничьих а может попытаться сделать 30 ничьих это будет уникальное достижение для мирового футбола вылет ну хорошо ваше мнение насчет того как всем себя проявит локомотиве начнем наверное начнем наверное начнем наверное саша саша как ты считаешь все мин сможет верить локомотиву я я я болел за семянский локомотив начала нулевых я не знаю насколько семян сейчас в адеквате нужны форварды я думаю дадут как бы обязательное условие не не денег зачем они скажут развивать его молодежь то есть будет возьмет этого голоджану там нет но он будет его наверное привлекать нет большого счета локомотива серьезный состав монет форварда и есть там защите получите махам махарадзе кажется вот таких вот молодых игроков локомотива и он будет ставить полузащитника махарадзе в атаку нет ты можешь пока посмотреть составу защиты будут на игре уже должны быть отжимаем нет нет вчера как не смысл рано в том сейчас рано ну не блин то есть полтора часа нет нет состав так сейчас открою точно убедиться наверное все игроки локомотив есть только предполагаемый чтоб семен уже убрать и всех легионеров и оставил своих михаликов там и побежать но уберу чарлук у чарлук у него есть много более бесполезно чем локомотив довольно неплохие легионеры я бы не стал бы их списывать майкон бегунок вот этот бразильский нет динго которая полузащитник на аппарат за уже в рубин пришел не успели и жимали жима дина в тоже перешел только играть там не будут зря зря я видел там правда не вижу в заявке о этот языке или который нигериец тоже хорош но и на играет он не играет но предлагаем составе у нет ножку лети это же явно не уровень что-то типа шарик шкулети были чеха поле нас пока пара ханжича хотя бы выгнали шкулети я вообще поражаюсь как он локомотив перешел играет там в основе до сих пор тут спрашивают такой хенте языкель по моему если я не ошибаюсь хенте ты который в свое время играл начинал точнее в бельгии то ли в андерлегте то ли в стандарте в стандарт между прочим когда шкулечки брали очень холокомотив он был лучшим бомбардировал лучше нападающим чем это сербии он тогда в 13 матчах 15 головка что забил был супер бомбардиров почему-то почему-то у него не получилось я не удивлюсь никогда он из локомотива уйдет он уйдет он снова начнем забивать кучу голов еще себя покажет ваш прогноз на матч краснодар локомотив максим мне кажется что краснодар то победит особенно после поражения от спартака естественно краснодар должен побеждать хотя хотелось бы чтобы дебют семена получился и они не проиграли да пусть сыграет пятую ничью саша прогноз пусть сыграют ничью но наверное краснодар а мне кажется будет ничьи 11 не почему так кажется не знаю почему я думаю что в этом все-таки локомотив добьется первой победы но все-таки краснодар краснодар после такого дара от спартака а ну как раз реабилитируется тем более дома играет краснодар все-таки при своих зрителях тоже камешта позориться сложно ну и что нынче я вообще считаю что этот дом в гостях вообще по большому счету не так сильно влияет это все-таки не компьютерная игра где мораль выше мораль ниже игроки по большому счету они настраиваются на все матчи одинаково ну хорошо будем так стерек ростов 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 истерзан тебя он спрашивает ему ты не хочешь создать фэнтези лигу на я перепутал это не тот языкель это человек из милана которая но видимо я просто перепутал нет это это с этим человеком я не знакомым не на как он играет терек ростов кому есть что сказать по поводу этого матча сошлись ростов очень будет веселый матч судя по реакции саши максим может быть ты что-то добавишь но мне кажется что терек победит то есть ростов не сдюжит да все-таки у них сейчас матчи были серьезно форме форме за находит не ну в принципе да они неплохо играют но часа камера что дома догадывает адекватных новостей подождать от ростова чё там у них зал и и может купят каких-нибудь парочку игроков себе заработали буни в этом я я в этом матче потому что терек победит при от нужно ахмат арене ростову которому деньги сейчас нужнее чем победы в чемпионате поэтому всякое может быть мне кажется уже неважно они заработали достаточно денег ничего не заработали то там не смеши меня 20 миллионов это знаешь 20 миллионов это зарплата половины состава годовая это не те деньги на которые можно жить долго не только зарплату отбили все более большому счету помимо зарплаты штамм еще сколько всего надо содержать финансирование больше чем у них было до этого думаю так что у меня никакие городиков не будет но они вполне могут проиграть я станешь победить эрика лёха ты как думаешь ростов на ну и последний матч сегодня наверное самый обсуждаемый интересный для как минимум одного человека у нас анжи спартак спартака спартак пропустит гол ты думаешь да смотри предположение просто не знаю почему то так пока меньше всех он пропустил всего один мяч 1 3 мне кажется вот так вот будет при том что это я не боли сейчас он переведен в дубль он там из дисциплины то есть поэтому он нам забьет притворялся больным в общем не хотел ехать более говорит боли боли мы отправили короче медицинский лазарет а он на самом деле свою фамилию говорю а 12 миллионов за выход группу ну 12 миллионов это что это вообще-то мало 2 кокоринах по большому счету кормить весь год а уж 2 кокоринах это явно меньше чем весь состав ростова плюс тренерский штаб а там же еще бонус на плате так что очень-очень-очень не солидные деньги за выходом групповой этап лиги чемпионов очередные прогнозисты в чатике которые обещали через слив изи слив спартаку от краснодара мне мне кажется что да ничья будет унылая в этом матче какая унылая каррер ты видел какую игру поставил как я станет потому что будет ничья но это мое мнение я станет там чтобы победа либо 10 либо 30 прошу я обсудили мы продолжали до нее саван либо 10 либо 30 почему именно почему не 20 нет ну тут зависит от того как пойдет игра либо все будет так же как в предыдущем матче то есть ничего не будет получаться в атаке то есть как бы мяч будет спартака ну и будет как-то с реализации все плохо с реализацией либо же наоборот все очень пойдет хорошо и туда они забьют ну два это мало три забьют значит что уважаемые друзья перемещаемся мы в англию по хронометражу конечно уже серьезно опережаем все шоу еще есть полчаса внутри часа до следующего матча вообще еще целый час так что не так что да но я если вы конечно хотите посмотреть матч урал и арсенал мы не обидимся если вы вдруг это сделаете тем более такого шедевра то да там тем более кто там русский колоров короче 25 метров бахает так что на мой какой то чудо какой посмотрим хорошо уважаемые друзья а англия такой тур получился но еще не закончен он матч манчестер сити и вест хэм сегодня нас ждет и матч довольно таки интересный правда вест хэм сейчас от всех огребает но возможно что он как раз берег силы с астрой и теперь манчестер сити попадется под горячую руку но начнем наверное по порядку тоттенхэм ливерпуль я знаю что лёха смотрел этот матч я думаю что и максим смотрел этот матч один болельщик ливерпуля другой болельщик тоттенхэма вам будет что сейчас обсудить лёха утверждает что ливерпуль проиграл из-за того что миньо лев очередной раз ушел с ленточки ну в смысле проиграл ничем нет он во-первых ничем сыграл да а во вторых как бы не проиграл пропустил по игре было видно что ливерпуль должен был побеждать в любом случае потому что было гораздо больше монетов да в тоттенхэм во втором тайме прибавил немного и как бы ливерпуль конечно не с игры забила от пенальти но в целом то есть по игре ливерпуль выглядел симпатичный он должен ну а думал он там за пару момент но это ладно как говорится всех бывает так вот такое но она всегда в целом по игре ливерпуль должен был выигрывать если уж не 20 там до 21 точно как минимум то есть говорит на что тот на хэм там типа не знаю спасся можно сказать да отскочил хорошо по новичкам ливерпуля мотив монет вейнальдум как тебе их игрок вообще ничего ну я не видел ничего чтобы он прям там так жестко отстоял защите как-то планеты куда делся клаван я что-то его не вижу даже запись потому что его мотив заменял так манэ я уже какой раз говорю то что меня вообще этот персонаж смущает даже на несмотря на его старание то что он там бегать прыгать и он даже стал лучшим игроком матча на секундочку но мне он вообще в категорически не нравится потому что он какой-то ну слишком простой и любой нормальный защитник все его действия читать только так на ура вейнальдум ну пока не проявляет ничего ты ждешь то что манэ и веналдум как-то начнут себя проявлять или они изначально не уровень ливерпуля и обычный по уровню команды веналдум допустим может быть и подходит но как бы адаптироваться думаешь в чем причина не знаю что значит адаптируется он уже играл в ньюкасле в англии в то же самое почему что значит не может адаптироваться к партнерам партнерам не может привыкнуть ну не знаю может лолан и восхищает ну посмотрим спустя какое-то время там через может пол сезона есть но мне почему-то кажется что он не заиграет не а точно так же как и ферминия но ферминия забил пенальти вернее заработал пенальти ну-ка блин но все равно по нему видно что он очень в этом ферме не очень много что что ли будет играть играть ферме не очень много не тянет мимо но они тоже ты написано фермины на самом деле ферминия бразилец а у него один я чай не очень надо скидывать чего деньги на лечение надо скидывать не знаю еще денег на лечение как бы неважно это все ну другая тема совершат но по большому счету то есть как бы то какие надежды на него возлагали изначально когда покупали с хоффенхайма ну совсем не тот уровень показывает который должен был показывать одевок ореги выше на замену тебя впечатлил нет а чё он там отыгрался 20 минут до мне можно успеть забить гол не знаю мне два коллеги тоже принципе не очень я кучи не огорчил в этом матче ничего особо не реализовал момент ну да был у него по-моему в первом тайме уж не помню точно момент где он с пяти метров пробивал практически по пустым воротам и ворон там я не знаю каким-то чудом даже не то что отбил он его просто намертво поймал ну блин как можно с пяти метров причем что ни один защитник даже не мешал не попасть не забить гол ну блин это печально конечно это как в фильме так вот поэтому я говорю что ливерпуль ну в принципе забей кути не вот этот мяч все он должен был побеждать а я там еще были парочка моментов дал тут на хэма тоже были какие-то моменты но если кути не бы еще в начале игры использовал все свои шансы хорошо кролит там кевин стюарт как сыграл сыграл на одну минуту вряд ли он сыграл хорошо сыграл также как харри уикс составе тоттенхэма и а тоттенхэме я уже спрашиваю максима максим что как тебе игра я не смотрел этот матч на самом деле потому что работал я не мог у меня не было возможности на самом деле но я пересмотрю обязательно да ну что я могу сказать во первых по приобретениям ваньяма это мне кажется очень хорошее приобретение именно для тоттенхэма это усиление опорной зоны сто процентов хорошо раз ты не смотрел матча к лёхе буду обращаться ваньяма в этом матче впечатлился как опорник нет почему не видел я его в таком качестве как допустим того же канте в прошлом году в лестере я не говорю что он плохой игрок в этом матче он ничем не засветился то есть он момент и позволял создавать ливерпуля конечно но я же говорю если у каутине уже был шанс с пяти метров бипа пустым воротам на чем вообще тут говорить дальше ну хорошо я думаю максим посмотрит матч и я посмотрю да ну по крайней мере в прошлом туре когда по моему с кристалл было сыграл тоттенхэма он забил единственный гол в матче я хоть это не перу за первая задача для опорника далеко но тем не менее хорошо что еще может сказать по тоттенхэм ничего в принципе ничего больше сейчас ничего но хорошо такой матч которым тур открылся достаточно интересный но закончился в ничего 11 дальше кристалл было сборно я еще раз говорю я эти игры не смотрел и даже не собирался видно что здесь кристалл спасся на последней минуте мне мне нечего сказать по тем играм кристалл пэлос во первых потерял одного из своих лидеров я не кабалась и который как бы ну я думаю что кристалл пэлос в этом году ну как раз на уровне бурима это будет бороться за выходе за это с ней за выживание забор над забил но правда при этом приобрели крестьяна бентеки а вот правда не знаю как он сыграл бентеки отыграл 90 минут никак не сыграл судя потому что голову не забил и ливерпуле тоже не особо играл если честно как так вообще получилось что бентеки так резко бабах ну видимо можем на него ливерпуль центр форвардов нет это было бы ли он еще живет и ливерпуль получается или как пока в ливерпуле на его собираются продать я правда не помню куда скорее всего будут продавать по частям герой я на вызвание россии я я слышал какую-то информацию по нему то ли во первых его в россии хотели сбагрить его где-то просто я не в ростов ланджи по моему вот но это так это чисто как говорится слух всего лишь а во вторых он по моему куда-то собирается то ли в германии то ли в испании это не помню ну пока еще ничего не я отмечу что забил был джошуа кинг травмирующийся часто воспитан манчестер юнайтед забил молодец за него я челси бёрнли челси чемпионской гонки лидирует сейчас на первом месте эта команда и уверенная победа эден азар говорят начал возрождение свое а под руководством по поводу еще прошлого кристалл пэлос и там уже опять же со свободного трансфера частифман данда пришел доброта не плохой же все таки вратарь да говорят что с лимони за 3 за 30 влез до насрать на этого слима не ходит за 500 игрок что говнище аналитику глубочайшую ранье сейчас заплакал блин кого я купил лёха назвала говнище продавайте обратно хотя бы за десятку дает если вот блин я не знаю можете записать где угодно снимать говнище простою в конце сезона посмотреть на мы это запомнили человек сыграет а так значит челси челси мы говорим о челси очень скептически многие относятся к дано азару саша как-то почти когда назад хорошо говорят фитю же забега как всем бельгийцам хорошо отношусь думаешь под руководством конта он станет тем азаром который был когда-то у маурини да станет станет а ты лёха скептически относишься когда назар говоришь что это не топ игрок почему я такого не говорю договорил что он далек от уровня роналду месяц но то что он от их не уровня далек это да но как бы но то есть сейчас не начнется такого возрождения не знаю я не видел выиграть честно в этом году хорошо тем не менее констатируем что челси выигрывает у берли команда может быть не самый сильный но и она а ну ладно но все таки но она но все таки и азар отметился и вильян отметился даже моза с высшим на замену забил гол ну конечно челси пока без травм впечатляет единственное что центробороны да и вообще вся оборона иванович за 30 кэхилл за 30 перри за 30 кроме аспиликуэта кэхилл разве я сегодня за 30 ты чё наложи какого не 28 по-моему ли так давай посмотрим 30 лет гарри кэхилл 30 где они за 30 19 декабря будет 31 за 30 будет уже за 30 плюс вот в октябре и скажешь а пока 30 а пока ну пусть так на любом случае замена этим игрокам нету случай с ними что только зума который пока сам еще пока травмировал да так что тяжело тяжело приходится придется час и случае травм но как назло мне кажется мне как болельщику инать как назло учился травм будет кэхилл будет железный и ты ребуд железный и ваныч будет железный я спереку это будет железный не желаю никому травм ни в коем случае но по закону подлости у манчестер на это будет количество все а учился а у арсенала арсенала как обычно тоже все кстати говоря у арсенал и один победа над уотфордом арсенал одержал ее саша болельщик арсенал тебя спрошу даша уже ушла она мне вчера рассказывала как на грамм и как арсенал играл перескажи нам я я не помню уже должен был смотреть это было ночью вот или ты не смотрелся мать своя команда я не смотрю матча арсенала зачем я я посмотрю не знаю в лиге чемпионат посмотрю если они будут против хороших команд играть что это очень зачем смотреть но это на самом деле очень печально роб полдинг для молодого очень хорош был говорит каус но нам ничего не остается кроме как согласиться потому что мы не видели вообще не смотрел ну кому же чем смотреть вроде слабый вот который ничего не выигрывает в этом сезоне хотя по составу там у отфорда не приодли холебас и амрапат и бихрами и хосе хурада и вичу за вообще у тебя за за аккаунт уфимское времечко ты но это аккаунт программы которые работают пиарю вот его уфимское времечко так что грузики плюсики ставишь с него накручиваю я сразу себе плюсики наставлю на пост правда больше одного нельзя ставить это бы я накручу зато можно больше одного аккаунта иметь да да только не говори никому никто не видит до сколько 90 человек на вот но в любом случае и часть кто же ничего по игре арсенала не говорит так что мы идем дальше то форварда играет в арсенал мне интересно это ревизору нет он сидел запасе играл алексис санчез форварда и играл очень хорошо гол гол забил статистики неплохо так да санчез нормально алексис санчез жиру блин полина санчез хорошо стоит нападение когда есть кому его заменить на фланге потому что на фланге в арсенал тоже проблема ваша вообще много проблем судя по всему ну и защитник помешал бы так итоге но уже они договорились по этому же не шаги я сюда нет уже уже игру должен играть нет официально нет они бумаги подписывают венгер сказал что они их представят на следующей неделе если уже венгер прям прямым текстом говори что вот мустафи и этот лукас пересы из депортива значит точно перед будем ждать усиления арсенала далее но лукас пересет не нападающие опять же так по защите может сыграть саут гемптон сандерленд в концовке матча забита 2 мяча сначала дэфос пенальти затем родригес с передачи ворбрауса 1-1 не смотрел опять же тоже никто не смотрел но перспективы саут гемптона в лиге европы мы обсудили сандерленд в этом году и саут гемптон соседи в турнирной таблице в общем-то команды такие которые будут наверно гений конечно он тащит на себе буквально сандерленд мне кажется ты считаешь что он бывший игрок тотенхэма и я я видел его игру я знаю что это за игрок все понятно ключи пентатрики оформлял единственное что хабир бат ну вот и и джерман дефол далее лестер солнце лестер одержал победу как долго они ее ждали и наконец чемпиона англии в третьем туре только одерживает победу когда такое было когда-то много раз но ничего на англиника не проиграл джейми варди забил гол это хорошо безусловно а гуэра говорят 20 вот там мне кажется играющий без димитри поетта там ловить нечего против манчестер сити извини ну почему в общем не составе поет я откуда знаю я же не тренер можете продать хотят поет быть все может быть так ну и по поле старого поле старого как муса вышел на 16 минут никто не смотрел матч лестера я уж конечно понимаю что я удивлен что а марте играет в основе вместе с drinkwater в центре ну так видимо не тянет ну как его новенький то нет минди так вообще травмирован кинг играл просто кинг же сейчас продемонстрировал свою полную несостоятельность а вот мне интересно почему на пятьдесят седьмой минуте шмейхере ушел тут рамок был 5 или что это вышел цилир взамен видимо ну здесь такая гениальная была текстовая трансляция что море сбьет пенальти и не забивает и замена уходит шмейхель то есть смотрите так как все оно было то есть я думаю связано наверно морес не забил пенальти шмейхель подошел начал долбиться башкой о перекладину и потом циллер говорит ну все я выхожу ранее меняем этого придурка и так вот все и было примерно все но никто матч не смотрел и мне все поверили друзья хорошо идем дальше лестер поздравляем с первой победой лестер ну все-таки на девятом месте более-менее поднимается уже в турнирной таблице догнал арсенал арсенал на восьмом кстати 8 это как знаете 4 4 4 4 но конечно конечно everton stoke city 10 невероятно зрелищный матч наверняка был град голов изобилие автогол трансляция еще более живая бейнс бьет пенальти и не забивает то же самое вот абсолютно вообще под копирочку что оттуда что оттуда он сразу не только матч так это причем смотрите гивен забил свои ворота потом бейнс начал бить пенальти и не забил вот уважаем друзья такой был потрясающий матч кто здесь бился головой вратаре здесь головой не бились но и голов было соответственно мало поэтому он смотрите уж михеля будет операция шмихи выходил из ворот чтобы ну понятно дело что его на вы замените за травма но это же глупо что вы просто все-таки поменяли такого не бывает нет я правда сказал уже поверили дальше мой любимый матч мой любимый матч этого тура халл манчестер юнайт от рэшфорд вышел у них весь матч косячил но в итоге смог опять выйти сухим из воды в глазах болельщиков отдав решающую голевую передачу мне совершенно не нравился руни в течение всего матча ну совершенно уже не тянет слепой дейли опять в основе и все равно манчестер на это повезет даже несмотря на все это а мата почему-то с фланга вот легко ты смотрел этот матч кого твои впечатления по игре манчестер юнайт ну снимата сланга где ему играть центре но такой стороне такой тактики вместо руни должен играть мата а там даже поставить что весь матч просто контролировал игру то есть как бы какие могут претензии к игрокам если они не допускали таких серьезных ошибок чтобы ну было конечно пара моментов у халла когда они на контратаке 29 моментов было у мю 29 ударов ну я я сошел если ты не заметил я как раз сейчас объясняю рассказываю про этот матч нет давай 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 лёха чтобы честер он весь ваш контролировал то есть ты говоришь что он типу руни плохо сыграл там мат они на своем месте но если бы хорошо давайте если вы но они так плохо играли как то них рассказываешь соответственно тогда бы не был бы вот этого всего давление всего-то в контроле то есть как бы халба имел больше шансов больше возможности для взятия ворот а в итоге получается так то что маурин нашел то самое сочетание пока том что все-таки манчестер уже не первой игру именно так играет то есть именно с позиции лидера то есть он именно контролирует мяч и пытается ответственно навязать свою игру ну было несколько моментов то есть ибрагимович мог забивать там у него был момент он бил там чуть ли не в упор потом кто еще там или помпа гба пару раз дальними ударами очень хорошо прикладывал спрат конечно в створ так и не смог попасть ну эрик байи конечно вообще очень высокого уровня пока игроком матч эрик байи ну я пока что он очень высокую уровень показывает то есть я как бы вот если сравнивать вообще в принципе с каким-либо другим защитником то есть ну может быть даже на равнирам может быть даже на равнирама сейчас данный момент этот человек находится но опять же пока не было достойных соперников чтобы как бы говорить полностью о его качество то есть как бы с такими командами он пока справляет чтобы дальше посмотрим уран филу и не то что неплохо проявлял но он конечно делает такую довольно черновую работу есть он особо никуда не лезет и ничего не делал просто там перекатывать мяч центре поля ну как бы много конечно там не надо когда перекатываешь просто поле нечего не хороший зато спас человека просто время и правильно использовать человека так что очень серьезный вопрос к милю да сможет ли смог бы да или блин да достойно бы заменить кутеков как ты думаешь не совсем адресу вопрос вообще на забить на вопрос продолжать не мне как смог бы на самом деле потому что даже с теми же развить для позиции центрального защитника а при маурине только это вообще расцветет до уровня не знаю там как эрик этот бои нужно подсказать во время они будут вместе на одном уровне играть подъехал в часть можете мне мне кстати еще в этом матче очень сильно не понравился махитарян который мне понравилось нет на 30 минут вышел и было видно что он очень сильно пытался старался точнее взять игру на себя в каких-то моментах и жадничал потому что ну видимо хотелось проявить себя как-то показать доказать маурине что он должен выходить в основе но вот не получалось не он брал на себя игру и терял очень много мяча был даже момент когда махитаряна вывели там наверно метров может 10 11 было до ворот причем ему практически никто не мешал он пробил он пробил правда уже в подкате защитник там успел накрыть ну блин мог и получится играть то есть как бы не знаю вообще не ты согласен что может быть стоит махитаряну дать попробовать играть стартовым составе может быть он молится кого вместо кого а ты а почему зачем от меня вместо руни будет смотри мах вместо маты почему вместо маты маты хорошо играет даже маурине выпускать в основе потому что ну как можно держать человека на скамейке пусть играет центре уже я же не договорил фразу до конца потом ты говоришь вместо руни а почему вместо руни ты руни лидер команды это капитан команда даже если он ошибается как бы его все равно нужно ставить в основ потому что все-таки это значимая фигура то же самое как златан ну попробуй заменить златана это все это страсти на живешь кучу врагов когда потом опять вот ру не ошибается чем руни это человек который уже ну с возрастом он опытный он уже все-таки не мальчик там 15-летний вот опять же ему понадобился всего один момент он сделал голевую передачу если бы не было руни был бы он заменен того же махитаряна ну этого гола бы могло бы и не быть в принципе ладно ладно хорошо я понял твою позицию сейчас сашуль должен прошутить что а еще лучше всего руни стоит в воротах но это привет всем кто был на вчерашнем стриме а по поводу не ну раз не получается получите может ворота по поводу следующего матч который сегодня уже состоялся на стромич мидлсбро ирические 0-0 пара слов про халачок пара весь матч хал просто в защите стоял оборонялся там буквально две-три контратаки произвел это не она ни одного удара даже в створнина наверное пропускать на последних минут но это первое праздник человек пишет и помощь пару слов про хал скажет а что про него говорить если команда все 90 минут то я жалость в свою штрафную и ничего не делал что там говорить о них да вратарь отметить только вратаря правду боишься якубович крутой пробанку вот на самом деле он очень много спасал хал потому что он действительно было наверное момента четыре прям таких довольно стопроцентных но парень просто тащил вот единственное что можно отметить в хале и в этот защитник тоже пару раз пас там ворота все больше там нечего сказать хорошо уважаемые друзья сейчас прямо думаю отправимся смотреть матч вест хэма и манчестер-сити там все довольно интересно развивается а а вечером а вечером друзья конечно же посмотрим как великий спартак внимательно смотрите на кутепова я вас очень прошу если он выйдет внимательно смотреть кутепова всем друзья спасибо что мы на сегодняшнем стриме достаточно длинно практически трехчасовом благодаря отдельно тех кто фолловил вы большие молодцы наш футбольное шоу на этом заканчивается если будете смотреть на ю тубе не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал а благодарю всех кто сегодня со мной это саша и уреди это максим был макалестер это лёха конечно же всем удачи всем пока 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 подписывайтесь на мой канал покупайте игру подземный человек первого сентября на дерьмо